Эта женщина очень боится умереть. Более того, она точно знает, когда именно погибнет. Меня мучают сны. Женщина в черном предсказывает смерть. Что я умру 1 ноября в 16.30. Невероятно. Но эта таинственная гостья уже забрала на тот свет более 10 родных этой женщины. Приходила к ней в кошмарах перед каждой смертью. Первый повесился дядя Коля. Потом за столом умерла тетя Шура. Наш папа просто сгорел в кровати. Брат уже разбился вместе с женой. Кто эта зловещая женщина в черном? Почему безжалостно истребляет род? И как от нее спастись? Это что за ***? С руками не трогать. Вот откуда она взялась? Я вот сто процентов могу сказать. Делалась насмерть. Я не пойму, кому так мне мешали. Как вообще можно быть такими словами? Кто так тебя ненавидит? В офис проекта экстрасенсы-детективы приехала встревоженная и измученная Жанна Шулакова. Ясновидица с порога ошеломила нас своей проблемой. Ты просто себе вообще представить не можешь. Так а что произошло? Я на протяжении уже сколько времени не могу спать спокойно. Каждую ночь во сне ко мне приходит молодой парень. Он обвиняет меня в своей смерти. Получился. Я его на сто процентов вообще никогда не видела и не знаю его. Я не могу быть виновата в его смерти. А мы как вам можем помочь? Он постоянно мне говорит одну и ту же фразу. Найди затерянные письма. Но, люди добрые, я перелопатила всю свою почту за много лет. А вы его как искали? Я искала письмо с обращением от Жени. Я ничего не нашла. Может, он обращался на проект, я не знаю. Посмотрите у себя. Может, у вас в обращениях есть что-нибудь? Какие-то еще данные есть? Женя, парень? А, подожди. Что еще? Я в первый раз начала видеть эти сны, когда побывала в расследовании в Чугуеве. Надо поискать обращение из этого города. Это небольшой городок возле Харькова. Хорошо. Ребят, а давайте посмотрим в письмах. Нам надо город Чугуев. И посмотрите Евгений. Письма от Евгения или по поводу Евгения. Город Чугуев. Наши журналисты срочно пересмотрели все письма, которые пришли к нам из Чугуева. Но ни одного упоминания о смерти мужчины по имени Евгений не нашли. Должно быть что-то. Но нету нигде. Смотрите, осталось только вот это вот видеообращение и все. Мы его полчаса назад где-то получили и еще даже не успели прочесть. Сейчас открываю. А ну смотрите. Каким же было наше удивление, когда женщина по ту сторону экрана, Оксана Сухомлинова из Чугуева, начала рассказывать о смерти ее брата Евгения. Он погиб летом 2014 года. Брат разбился на машине вместе с женой. Скользкая дорога, дождь шел. Они вылетели с поворота и в этот врезались в газельку с людьми. Машину разорвало в две части. Брат умер у нас в день рождения. Вот, вот, смотри, слышишь? Женя. Женя, это про него она рассказывает. Это про парня с моих видений. Действительно в нашем роду что-то происходит, смерть. Не оставайтесь с равнодушными, не проходите мимо, потому что, ну, сейчас уже это в четвертый раз к вам обращается полностью. Но как такое возможно? Оксана говорит, что писала в редакцию проекта и лично ясновидится много раз. Однако никто не получал от нее ни одного письма. Это мистика? Или просто сбой в почтовой системе? Но ведь такого не было за все годы существования проекта. Я поняла, почему Женя обвиняет меня в своей смерти. Видимо, сестра обращалась еще до того, как все это произошло. Но дальше больше. Ясновидица шокировала нас своими ощущениями относительно Оксаны. Вот ощущение, как черноты, нагара какого-то. Вот как гарь. А что это может означать? Девушке недолго осталось. Я думаю, что она умрет. Она? Да. И очень быстро. Жанна Шулакова уверяет, что Оксану необходимо срочно спасать. Отправляемся в Чугуев. Героиня сразу же ошеломила нас своим признанием. Она очень боится за свою жизнь. Ведь к ней в ночных кошмарах приходит женщина, которая предвещает неминуемую смерть. Я не могу с этим жить. Мне постоянно женщина в черном предсказывает смерть. Что я умру 1 ноября. И мало того, еще указывает время, что это произойдет в 16.30. Нервы героини на пределе. Ноябрь не за горами. Оксана не знает, что делать. Как спастись от смерти? Ведь зловещая женщина в черном предвещает смерть не первый раз. Она уже затянула на тот свет более 10 родных Оксаны. Мне стала снится женщина в черном. И после того, как она приходит ко мне во снах, с моими близкими людьми что-то происходит плохое. Она предвещает смерть. Первый повесился дядя Коля. Потом прыгнула в колодец тетя Стася. Потом за столом умерла тетя Шура. Потом умерла моя мама. Наш папа просто сгорел в кровати. Там был пожар. Брат уже разбился вместе с женой. Перед каждой из этих смертей к Оксане во сне приходила женщина в черном. А теперь под угрозой и ее жизнь. Неужели ей пора готовиться к своей гибели? Или Оксану еще можно спасти? Я очень переживаю за свою жизнь, потому что я мама троих детей. Поэтому я обратилась к экстрасенсам за помощью. Чтобы выяснить причины многочисленных смертей в семье Оксаны и спасти ее жизнь, Жанна Шулакова отправляется в Чугуев. В этом расследовании она будет работать вместе с двухкратной победительницей битвы экстрасенсов, потомственной ясновидицей Аленой Куриловой, которая сейчас находится в Харькове. Когда я перед сном читала молитву, просила высшие силы дать мне помощь в расследовании, и я увидела сон. Быстро носились машины, и по центру дороги шла девушка. Блондинка, красивая, молодая. И сказала, кольцо должны вернуть в могилу. Передай ей. И я понимаю, что это послание для нее. Неужели Оксана брала кольцо из могилы? И чье это кольцо? Но что это за история с кольцом? Его действительно взяли из могилы? А если да, то из чьей? И зачем? Как все это связано со смертями в семье Оксаны? Неужели она погибнет из-за кольца мертвеца? Я в видении видела образ молодой красивой женщины. Но тело у нее как бы проткнуто было какими-то копиями или железяками. И она меня все время просила, выпусти меня, выпусти, освободи. Она замкнута в каком-то маленьком тесном пространстве. Как в стене замурована, что ли. Невероятно. Обе ясновидецы, так же, как и наша героиня, видят образ какой-то умершей женщины. Но одна ли и та же эта личность? И кто, в конце концов, она такая? Я хочу взять карты и посмотреть. Карты странно выпадают. Не лезь, не лезь. Ты сама пожалеешь. Совпадение или нет, но на этих словах экстрасенса на улице поднялся сильный ветер. Безоблачное небо почернело. Сорвался град. Об этом даже был репортаж в новостях. Сильный ливень, шквальный ветер и град. Дороги превратились в реки. Машины фактически плавали по улицам. Помимо ливня, на головы харьковчан посыпался еще и град. Съемочной группе пришлось остановиться и переждать непогоду. Ну, посмотрите, куда можно ехать. Какой дождь идет сильный. Мы поехали дальше только спустя час. Кто-то очень не хочет, чтобы мы брались за это расследование. Пока Алену Курилову атаковал ливень, Женну Шулакову, неподалеку от Чугуева, остановила другая помеха. Что-то случилось с двигателем. Чего остановились? Что случилось? Что с машиной? Наверное, немного перегрелось. Нужно подождать, с полчасика остынет, и поедем. А ну, подождите. Сейчас я приду. Вдруг ясновидец, не говоря ни слова, идет в неизвестном направлении. Мотор закипел неспроста, потому что я снова увидела мужчину со своих ночных видений, Евгения. Он показывал сторону каких-то построек. Я пошла туда и, честно говоря, пожалела об этом. Тихо, тихо, я ухожу. Позже Жанна объяснила свое странное поведение. Там реально стоит дух женщины, злая, страшная, горло все черное. Я понимаю, ее кто-то убил. Я ей говорю, покажи, покажи, я помогу. Она говорит, я сама найду того, кто виноват в моей смерти. И отомщу. Если ты будешь лезть, ты будешь следующий. Я свечку поставила, но она ее не сдержит. Надо отсюда уезжать, поехали. Еще одна женщина, агрессивная и убитая. Имеет ли она отношение к трагедиям в семье Оксаны? Тем временем сама она места себе не находит в ожидании экстрасенсов. Вместе с дочками встречает их на улице. Увидев съемочную группу, собрались и соседи. Здравствуйте. Здравствуйте, я Оксана, это мои дети. Я Алена Курилова. Меня зовут Жанна. У нас что-то непонятное происходит, у меня очень страшно сны снятся. Женщина в черном приходит, она мне предвещает, что я умру в ноябре месяце. Нету ощущения, что вот как задыхаешься. Есть ночью, у меня останавливается дыхание. Вот так, душу прям, видишь? Прям вот рука, рука с когтями, вот пальцы прям в горло вцепились. И вот чтобы не дышала, чтобы замерла, прям бездыханная упала. Сейчас. Смотрите мне сюда, вот в эту точку ладони. Дороги переворачиваются. Подождите, подождите. Пути нет никакого, вижу плохого, не вижу хорошего. Сейчас в моем раскладе получается так, что первую унесут маму. И не самой страшно умереть, а страшно то, что вот, ребенок переворачивается. Вот видите? Солнышко, ребенок в перевернутом состоянии. Я бы маму увидела в глазах страх. До этого она как-то крепилась. То есть мы можем сами умереть, не создав семью, не родить детей. Я не хочу, чтобы это стало справдой. Но кто это женщина в черном, которая одного за другим забирает на тот свет всех близких Оксаны? А главное, возможно ли ее остановить? Ты посмотри. А у меня, ты говоришь, ребенок. Выпадает ребенок. Но ребенок какой? По крови ребенок убийца. Подожди. Карты говорили, что во всей этой истории замешано убийство. Но кто кого убил? И при чем здесь ребенок? Жанна, расклад с ее руки снят? Да. Это только она могла. Это только она. Вы никого в детстве не убили, а нигде не были причастны, допустим, когда маленькая была. Я даже на похороны не езжу, потому что я трупов боюсь. И она свой крест, крест, который она несет, она получает через чашу полную крови. То есть она с кровью что-то получает. Хорошо, кровь. Что связано с кровью? Что идет по крови? Убийство. Убийство четко – это смерть. Я сделала расклад на семью Оксаны. Ни ее мама с папой, ни ее бабушка-дедушка, ни она сама никого не убивали. Откуда тогда в ней кровь убийцы? Мы не понимали. Откуда у вас кровь убийцы? Мне рассказывали, что в детстве, когда я болела, вот у меня была свинка, что мне делали переливание крови. Оксане не было и трех лет, когда она заболела паратитом. В народе свинкой. Чтобы спасти девочку, медики делали ей переливание донорской крови. И получается, могли перелить. Запросто могли перелить. Кровью бить? Ну а почему нет? А кто там знает, какую кровь? Ну группа совпала, еще что-то. Медицинские показатели. Поэтому к подбору доноров я очень серьезно отношусь. Если донор действительно убил какую-то женщину, то это может быть она приходит во снах к Оксане и душит ее в ночных кошмарах, и пытается забрать на тот свет. Но при чем-то тогда ее родня? В них же нет чужой крови. Это не наша черная женщина. Я тебе серьезно это говорю. Это что-то другое. Давай, наверное, пройдем в дом. Потому что у меня впечатление такое. Ты мне хоть режь. Вот не могу. Напрягает дом. Как только я вошла в квартиру, у меня ноги как отняло. Ой, подожди, колено не чувствую. Просто вата. Это был знак о том, что дальше идти не надо. Но кто мне дал этот знак? И с какими намерениями меня хотели уберечь от чего-то? Или эта женщина в черном мешала мне проводить расследование? Сегодня, я говорила, у меня было страшно сюда ехать. Мы начали сюда добираться. Была ясная погода, прекрасная. И тут такой дождь с градом. Тут все. Она не хотела, чтобы я приезжала. Я здесь, если можно, сама похожу. Алена Курилова остается работать в этой комнате. Ее коллега идет в другую. Воет, что-то воет здесь, товарищи. Откуда же воет-то такой? Оксана! А? Что там? Ален, что там? Посмотрите, у меня очень большая копоть. Вот тот угол был. Вот тот угол большой. Кто-то со мной говорит, как душа или дух. Приди, приди, кто ты есть. Пойди сюда. Не навсегда, не навсегда. Что-то хочет, что-то просит. Кто мертвый? Кто мертвый? Кто мертвый? Кто мы? Да ты что? Сейчас бы по тебе как шандарахнуло. Все оцепенели. Вдруг стало очевидно, что в комнате, кроме хозяев, экстрасенсов и съемочной группы действительно присутствует кто-то еще. Какой-то невидимый гость. Ну, когда упала картина, мне вот это интересно, почему она упала. Тем более, эта картина даже не моя, она осталась от прежних хозяев. Просто перешла мне как по наследству. А я обратила внимание не на то, какая картина упала, а куда она упала. На стопку фотографий, лежащих на столе. Держите свечу. Подождите, подождите. Большим разом, добрым часом на свече. А это кто? Это Оля, Женя, моя жена. Ольга – это погибшая в ДТП жена брата Оксаны. Неужели она как-то причастна к смертям в этой семье? Подождите. А у этой Ольги, когда погибла, волосы были в белой покрашены. Я ее знаю, Жанна. Она шла по дороге. Эту Ольгу я не сразу узнала, потому что на фотографии у нее были темные волосы. А в моем видении она была блондинкой. Оказалось, что незадолго до гибели Ольга перекрасилась в белый. Жанна, знаете, что она мне сказала? Скажи ей, пускай отдаст кольцо в могилу. Какое кольцо? Вы спокойненько кольцо сняли? Я вообще-то в похоронах не была. Пускай отдаст кольцо в могилу. И показывает мне. Женьку хоронили в закрытом гробу. Кольцо только дали, одели Оле. А Женя без кольца. И не смогли положить. Тело Евгения, брата Оксаны, было настолько изуродовано в ДТП, что мужчину привезли из морга в закрытом гробу. Поэтому родные так и не смогли положить туда его обручальное кольцо. На том свете она без мужа. Мужа там рядом даже нет. Но мне Оля тоже снится одна без мужа. Не могут они быть вдвоем. Не могут. Вот почему дух Жени долгое время приходил в моих кошмарах ко мне один, без жены. Супруги поразнь на том свете. Потому что одного из них похоронили без обручального кольца. Ждет это кольцо для того, чтобы он наконец-то к ней пришел. Она на том свете очень мучается. Потому что она так его любила здесь, а она здесь с ним не нажилась. Подкопать это кольцо. Она не может так мучиться. Похоже, экстрасенс подозревает, что именно дух покойной Ольги приходит к Оксане во сне и предвещает смерть. И все из-за обручального кольца мужа. Но ведь супруги погибли всего два года назад. А ночные кошмары с женщиной в черном и смерти родных преследуют Оксану значительно дольше. Женщина в черном, она как маньяк с того света, который пришел за своей жертвой. Откуда она взялась? И тут я снова услышала какой-то вой, крик, который я уже слышала в этой квартире. Воет женщина, воет. Я же говорю, уши закладывает. Ох-ох-ох, а что это такое? Сдохла. Сдохнешь сама. Сдохнут дети. Я тебе отомщу. Я тебе сделаю. Это текст идет от порога. Когда Алена входила, ей постоянно подкашивались ноги. То есть она не могла нормально проходить через порог. И они решили с Жанной посмотреть. Вот давала покоя им порог. Ножик несите. Ален, слышишь? Да. Там дыра маха такая. Глянь, иди. А туда же холод дует. Вот эту отрывай. Отрывай эту кнопку. На кнопке была забита. Это что за херня? Ну, тихо. Это надо достать отсюда. Ой-ой-ой. Вот дрянь, а. Вот тебе и холод. Вот тебе и могилы. Так, а ну-ка дайте мне пакетик кто-нибудь. Тряпочку, бумажечку, что-нибудь. Руками не трогать. Все уже, капец ножу вашему. Ну, как увидели мясо такое, как именно выдернулись птицы. Это поверло в шок. Сто процентов. Птичка дохлая. Земельку с кладбища, с могилки взяли. Начинают меня начать будут давить. Тихо, тихо, зайчик. Алиночка. Алиночка, ты испугалась очень? Я не пойму, кому так мне мешали. Подожди, подожди секундочку. Как вообще можно быть такими своими? Это люди, которые хотят, чтобы вы все сдохли, понимаешь? Потому что у меня, извини за выражение, ноги подкосились. Я порог переступаю раз и все. Я вот сто процентов могу сказать, делалась насмерть. Причем не только это приносили. Носили что-то еще. Была мумифицирована летучая мышь. Она появилась неоткуда. Она уже была подброшена. Подкладом может быть любой предмет, на который наложена негативная магическая программа. На смерть, болезни, безденежье, скандалы, развод. Ну и тому подобное. Но если для этого используют мертвое существо, будь то животное, птица или насекомое, то это обязательно к смерти. Это было страшное зрелище. Это летучая, сухая летучая мышь. Я позвала соседку. Она пришла, стояли мы с ней вдвоем и смотрели. Решали, что с этим делать. Она посоветовала выбрать, сжечь. Очень хорошо. Программа наша Оксана смотрит. Ее соседка тоже. Женщины все правильно сделали с этой мертвой мышью. Нам же нужно было обезвредить следующий подклад. И вообще понять, кто ей эту всю пакость под дверь таскает. Кто так тебя ненавидит? Ну иди, я только одного могу человека. Это женщина. Ох, не нравится. Женщина, обдуманная женщина. Предупреждала женщина за то, что семья разрушилась. Чье забрала? Да не забирала его. Это Диана Накет. Я никогда на него не претендовала. Оказывается, младшую дочь Оксана родила от женатого мужчины по имени Александр. Познакомилась пара на работе в местной администрации. Женщина работала там секретарем, а мужчина юристом. Как-то он начал со мной наперекуры, наперекуры, наперекуры. И мы как-то так сдружились, сдружились, сдружились. А потом в один прекрасный вечер звонит, говорит, как ты посмотришь, что я утром у тебя проснусь. Я вообще не поняла. И он явился. Оксана знала о жене и детях Александра, но все равно позволила мужчине переночевать. Потом еще раз и еще. В результате забеременела. Это не случайный ребенок, что по залету. Это было осознанно. Мы собирались жить вместе, он подал на развод. Мы это все планировали. И потом он вот так вот поступает, бросает и уходит. Александр, ничего не объясняя, разорвал с беременной Оксаной отношения. Она подозревает, что такая внезапная перемена произошла не без магического влияния со стороны его семьи. Он мне сам говорил, что мама и жена вместе делали, чтобы он вернулся в семью. Возврат мужа в семью звучит красиво. Но механизм возврата таков. Порча на любовницу. Привязывается покойник. Берется могила, только женская. Одноименная могила, то есть с именем того человека, которому делаю. Вашу энергию, ваше имя и фотографию несут на кладбище, а кладбищенское несут вам. Следовательно, чтобы вот это кольцо замкнулось, подклад должен быть обязательно. Духа привязали к дому. Я не удивлюсь, если дух, который видит во сне Оксана, это именно та женщина, которая привязана к дому под кладом с могильной землей. Вот когда сказали, что лежит подклад у меня в доме, единственный человек, на который могла подумать Ира, потому что она всегда винила меня в том, что я разбила семью. Приведите нас, пожалуйста, к тому месту, где живет эта женщина. Мы могли нейтрализовать действия подклада и отвязать покойницу от Оксаны. Но где гарантия, что к ней завтра снова не привяжут мертвеца? Ситуацию нужно было решать в корне. Надо расставить все точки над «и» между любовницей и женой. Сначала я спалю, а потом уже будем к ней двигаться. Женщины все вместе направляются к дому, где живет отец младшей дочери Оксаны. Мне страшно ехать? Страшно. Пойдемте, пойдемте быстро. Спустя 10 минут мы на месте. Ждем, откроет кто-то дверь или нет. Выйдите, пожалуйста. Вскоре на пороге появляется любовник Оксаны Александр. Там идет куча смертей. В той семье? Я знаю. Не дай Господь, ваша жена или кто-то, теща, я не знаю, причастны к этому. И мать, и Ира клянутся, что они никуда не ходили. И ничего не делали. Ты сам рассказывал, что они ходили к бабке, ты сам это говорил. Ходили 100%. Ира нужна. Дайте Иру поговорить. Александр сильно рискует. Ведь последствия этой встречи любовницы с женой не может предвидеть никто. Она испортила, что всю мою жизнь не испортила. Она знала, что он женат. И она влезла в нашу жизнь. Я поняла. Она нам жизнь чуть не испортила. И говорит, еще подождите, кто виноват? Ты посмотри. Пришла сюда. У нее ведра земли там лежат под порогами, понимаете? Извините меня, я никогда в жизни ничего плохого не желала. Никогда. Я не делала никогда в жизни. Да, это мужа сказали. Никуда. Так а почему дядя Саша говорит, что вы ходили к бабкам? Я не ходила никогда в жизни. Мужа к мать ходила. Ну мы не вооружить ходили. А что вы ходили делать? Ну, возврат мужа, чтобы он не гулял, делали. Да елки ж ты палки. Мы, говорит, не вооружить туда ходили. Конечно же нет. Вы пришли к бабке с просьбой. Сделайте, чтобы муж не гулял. А какими путями та бабка будет мужа в семью возвращать? Это вас не волнует. Приходит женщина и говорит, верни мужа в семью. Бабке скажет три волшебных цыганских «да». Хочешь, чтобы твой был «да». Хочешь, чтобы не шлялся «да». Хочешь, чтобы детей на стороне не было «да». И она уходит счастливая, что совершила свою семейную миссию. А в результате она три раза подтвердила ответственность за то, что будет мотылять бабка. Понятно? А что там она мотыляет? А бабка подкладик сварганила, под дверь любовницы подложила. При этом с нее взятки гладки она выполнила волю заказчика. И ей глубоко плевать, что от этого подклада любовница просто загнется. Бабка всего лишь мастер, делающий свое дело. А отвечать за содеянное придется заказчице. Моя смерть ей принесет облегчение, что наконец-то я ушла из жизни. Но счастья оно ей не вернет. Жанна отрывает линолеум прибитый, понимаешь? Вот так вот отрываем, а там жмение земли, перьев, всего там. Намотано с кладбища, все как положено, понимаете? Там выставлено, когда умрет Оксана, а потом перемрут все дети. И Сашин ребятенок тоже. Вот такой маленький беленький одуванчик. Девочка-красотка, понимаете? Какая-никакая, но кровь. Оксана, предлагали сделать экспертизу? Нет, потому что он знает, что это его ребёнок. Он от него не отказывался, он не против его фамилии дать. Дело в том, что он мне говорил, это не мой ребёнок. Всё, я туда никогда в жизни не пойду, не буду ходить. Классическая схема. Любовнице мужчина говорил одно, жене другое. А теперь молчит как рыба. Ведь сейчас каждое слово может быть использовано против него. Мне кажется, наверное, там и дядя Сяше было самому страшно, потому что он уже понимал, что сейчас будет всё. Женщины так разошлись, что все скелеты из шкафа Александра вытащили. Он сыро живёт в разных комнатах, и он сыро не спит. Вот так и жёны узнают, что с ними последние пять лет никто не спит. Одно говорит другому другое. Обманутые женщины идут во двор, а Александр убегает, пока цел. Он сейчас там перестанет ходить, и Диана всё равно останется уже без отца. И мне надо будет ей рассказывать, куда он делся. Это я ему расскажу, что плавание. Не говорите, что куда-то он делся. Она же не маленькая. Она же когда папа приедет, когда папа приплывет. Нет, он может папа. Почему? Когда папа рыбу принесёт, потому что он у нас моряк. Несчастной женщине приходится каждый раз краснеть и объяснять дочери, почему отец приходит к ней всего раз в месяц, а потом исчезает. Конечно, легче рассказать, что папа моряк и ходит в дальние плавания. Чем выливать на ребёнка вот такую малоприятную правду? Я никогда не детям, тем более детям и тебе. Я никогда плохого никогда не желала. Просто от Ани последовала смс-ка. Я с ней ходила в милицию. Что твои дети учатся в 8-й школе, у вас кладбище рядом. Смотри, они не дойдут. Кладбище рядом. Невестка. Да. Это невестка. Невесткой Ирина называет сестру мужа. Это она отправляла смс-ки с угрозами. Так что обманутая жена ко всему этому не причастна. Та же невестка, да, то есть проклинала и кладбищем грозила. Я сделала, тебе дети по кладбищу ходят и так далее и тому подобное. Любое грязное слово, любое чёрное слово однозначно будет отражаться на состоянии детей. Я не желала никому. Ира, в мой дом у него дорога будет закрыта, я тебе обещаю. Получается, что женщина в чёрном, которая снится Оксане и одного за другим забирает её родственников, это не покойница, привязанная под кладом, как мы думали. Но кто же она в таком случае? Я вспомнила, что перед тем, как нашла подклад на пороге квартиры Оксаны, я слышала какой-то странный крик или вой в комнате. Чёрная наша женщина, она там, по-моему, как-то причастна к тому вою, который я слышала в комнате. Надо возвращаться в дом. Когда экстрасенсы добрались до дома, уже стемнело. Тут я слышала вой. Вой? Вот именно вой. Женский вой. Было ощущение, знаешь, ну, такое вот, как будто в коробке в какой-то человек. Замкнутое пространство, откуда человек пытается выбраться. Стена, 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 стена. Алена сказала, стена. И меня тут же осенило. Помните, дух Оксаны на невестке, Ольги, сбросил со стены картину? Ай! Да ты что, сейчас бы по тебе как шандарахнуло. Оксана тогда удивилась, почему упала именно эта картина. Тем более, эта картина даже не моя, она осталась от прежних хозяев. А это было неспроста. Дух Ольги давал нам знак, он указывал на предыдущих хозяев квартиры. Они могут как-то быть связаны с проблемами Оксаны. К тому же вой, который мы слышали с Жанной, доносился откуда-то со стены. И тут я обратила внимание на зеркало. Там внутри кто-то был. Мамочка, господи! Ой-ой-ой! Вот оно, вылетело с зеркала. Ты посмотри, у нее дырки прям в животе. Ужас! Фото действительно проколото насквозь. Но кто эта женщина на нем? И как связано с трагедиями в семье Оксаны? Зеркало! Что, ваше зеркало? Оно было здесь, как я заселилась. А кто это, скажите? Я не знаю, кто это. Пойдемте. Пойдемте вниз. У людей узнаем. Оксана не знала эту женщину с фотографией. А я ее вспомнила. Я видела ее утром, когда готовилась к расследованию. Тело у нее как бы проткнуто было какими-то копиями. И она меня все время просила, выпусти меня, выпусти. Выяснилось, что Оксана переехала в эту квартиру около 15 лет назад. Ранее здесь проживали незнакомые ей люди. Как жили и кем были, она особо не интересовалась. Кто знает, кто это? На раскладе выпадает четко женщина беременная. Беременная. Умирает? Я здесь жила. Я смотрела в это зеркало. Мое лицо. Муж у меня в погонах. Он как карьеру какую-то делал. Или военную, или, ну, знаете, в погонах мужчина. Зеркало – это как подарок. Принесли на повесь. 23 года живу, таких тут не было. Мы попросим журналистов узнать, кто жил в этой квартире. Наши журналисты раскопали правду. Эта семья живет в доме дольше всех. И помнит, кто здесь жил или умирал. Этого никто не знает, потому что мы здесь дольше всех живем. Соседи рассказали, что на втором этаже, где сейчас живет Оксана с дочками, 30 лет назад проживала бездетная семья. Каждая беременность женщины заканчивалась трагически. Забыла, как ее зовут. Молодая. У нее замирали дети. Он замполитом в райотделе был. Ну, понятно, почему не могла родить. Подарочек ее мужу уже преподнесли. Поднесли зеркало с ее фотографией, которое иголочками-то проколото. Поскольку муж был при почетной должности, мотив напрашивается сам по себе. Зависть. Черная зависть. Во время последней беременности женщина умерла вместе с ребенком. После этого случая соседям стало жутко жить в доме. Их замучили кошмары. Ну, дом, я тебе честно скажу, когда батюшку приглашала, я осветила свою квартиру. Так он сказал, здесь нельзя долго жить. Возможно, именно поэтому предыдущие владельцы и съехали с квартиры, в которой сейчас живет Оксана. Было похоже на то, что замурованная в зеркале женщина сводит со свету всех, кто поселяется в этой квартире. Та женщина пережила несколько срывов беременностей и умерла в муках. После смерти она не смогла уйти в мир иной, а оказалась замурованной в зеркале на 30 лет. Понятно, почему ее дух был так агрессивен. Давай делать вот то крайнее. Вот то крайнее. Не хотелось бы. Нам нужно было провести крайне опасный ритуал и изгнать дух женщины замурованной в зеркале из дома и разорвать их связь с Оксаной. Вы остаетесь здесь. С нами пойдет только Оксана. Девчонки останутся на улице. Рисковать чьей-то судьбой или жизнью я не хочу. То, что ходит к тебе ночью, сейчас будет здесь. Пока экстрасенсы проводят ритуал, дочки и соседи Оксаны замерли в тревожном ожидании. Поскольку никто не знает, чем все это закончится. Раз у тебя повышенная чувствительность, ты будешь, значит, соответственно, его видеть и слышать, и ощущать, может быть, все, что угодно. Встала спокойненько. Молоски закрыла. Дыхание теплое, Жанна, нормально. Пол шатается, чувствуете? Она пошла. Она пошла. Когда энергетически сущность отсоединяется от человека, и вот когда происходит вот этот разрыв, это секундная смерть у обоев. Это действительно шок. Энергетический разрыв проявился физически. Ты перестала дышать. Я в шоке. Алена читала молитву надо мной. Началось такое легкое тепло вокруг тела. А потом, как какой-то толчок, и мы с Аленой очутились на полу. Кот всегда чувствует, есть зло или нету зла. И кот куда пришел? За спину тебе. Болит? Ну, да, как поясница болит. Как будто гвозди повыдирали. Дальше что меня интересует? Слабость в ногах, в руках, в конечности. Ватные ноги были. Ну, вот ноги у меня до сих пор дрожат. Ощущения, которые описывала Оксана, говорили о том, что вычетки сработали. Связь с покойницей разорвана, и она не сможет навредить женщине. Но оказалось, у Оксаны во время ритуала было видение. И она увидела эту женщину, которая мучает ее в кошмарах. И смогла рассмотреть ее лицо. И это была не хозяйка квартиры с фотографией, а другая женщина. Я услышала голос, меня зовут Оксана Оксана. Открывая глаза, стоит женщина. Белая, светлые волосы и халат длинный, с оранжевыми цветками. Мы целый день говорим о женщине, которая была в черном. Да не в черном она. Не в черном, она в чем-то оранжевом. Я ее уже видела. И я знаю, где я ее видела. И женщина в черном, и женщина в оранжевом – это один и тот же дух. И я его уже встречала сегодня утром на окраине города возле каких-то гаражей. Тихо, тихо, я ухожу. Почему у вас она в черном, кажется? Потому что злая. Дух, кстати, может являться в одежде, в которой его или хоронили, или в которой он был в момент смерти. В данном случае, похоже, что женщину хоронили в черном, а умирала она в оранжевом, как и описала Оксана. Но кто эта женщина и за что так жестоко мстит Оксане? Где ее искать и как остановить? Я там была. Там стоит свечка. Твоя свечка? Моя свечка осталась. Я найду это место. Экстрасенсы направляются на окраину города. Неожиданно Алене Куриловой становится плохо. Она просит на минутку остановиться. Мне плохо. Держись. Может, надо? Тихо, тихо. И тут мы заметили, что к экстрасенсам приближается уже знакомый им мужчина. Дет Саша на возвращение. Это, наверное, самый вообще такой шок. Ну, не то что шок, а неожиданность. Совсем пришел? Или как все? А, посмотрим. Подожди. Не гоня его. Если сейчас мы не найдем то, что ее убивает, то фактом не к кому будет идти. Я почему не пришел. Папа. Ты пришел. Ты любишь ее. Папа, знаешь, что я хочу? Какие кукли? Я хочу черничку и лимонку. Из мультика и земляничку. Мы оставляем маленькую Диану на отца, а сами направляемся к загадочному месту, где ведьма-некромант останавливалась еще утром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Нашла! О! Я же тебе говорю, мое! О! Твоя свеча? Да. Как только мы пришли на это место, сразу же появилась женщина, которая снится Оксане и предвещает ей смерть 1 ноября. Она мне что-то говорит. Марьяна, это ты? Подойди ко мне. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Она мне говорит... Папа! Вы в раке были? А ну, подожди. Получается, родной папа Марьяны убийца? Да. Это Сергей. Еще в начале расследования на раскладе мне выпадал ребенок, в котором течет кровь убийцы. Мы тогда подумали, что речь идет об Оксане, но на самом деле карты указывали нам на ее дочь, Марьяну. Она рождена от убийцы. Трагедия произошла, когда Марьяна была еще маленькой. Ее отец Сергей задушил женщину, которая пришла к нему починить обувь. Они же там, он сапоги делал, ремонтировал. К ним там женщина заходила, поссорились, схватилась за горло и тот задушил ее. Это место смерти человека, женщины, которая здесь лежала и вздыхала, как собака. У нее осталось двое детей. Говорили, что да, я ее не знаю. Злится она. Ой-ой-ой, злится. На мужика злится. Он виноват. Но у меня получается, что он уже юридически за это ответил. Мне было лет 13, когда он вышел из тюрьмы. Мне нужны были туфли, я к нему обратилась. То есть говорю, пап, ну так и так, мне нужны туфли, у мамы нет денег. А он сказал, что у него новая семья, у него новая дочка. Ну, я сказала, хорошо. После этого я с ним не разговаривала. Но если муж Оксаны понес законное наказание, почему дух убитой женщины мстит? К тому же не своему убийце, а его жене и ее близким. Здесь есть обида, зло и отчаяние в сторону тебя. Ты не убийца, но ты свидетель. Мало того, ты активно не помогающий свидетель. Идет как соучастник. Он мне пришел домой и сказал, что я убил человека. Пьяный пришел, лег и уснул. Я с этой мыслью до утра ждала, что я от него могла добиться. Почему ты не позвонила никуда? Если бы Оксана сразу сообщила бы в милицию, возможно, женщину можно было бы еще спасти. Она была жива еще в тот момент. Она лежала в коме. Ночь была. У меня грудной ребенок новый. Я не знала, правда-то или нет, что он вообще мне рассказывает. Может, это у него пьяные бредни. Может, он пил каждый день. Когда его менты забрали, узнала правду. Оказалось, что правоохранители проводили расследование и вышли на убийцу только через неделю. Оксана знала о преступлении и все это время молчала. Поэтому покойница восприняла ее как соучастницу убийства. Произошло это в ноябре. Вот и срок поставлен. Муж убил женщину 1 ноября. Потому что 8 ноября его уже забрали в милицию и не выпустили. Покойная женщина специально во сне Оксане сообщила дату смерти. Дух хотел, чтобы она знала, за что страдает. Она медленно, как маньяк с того света, приходит трощить твой рот. Понимаешь? Вначале ты увидишь эти смерти, ты ими насладишься. Потом почувствуешь свою. Вот тебе даты осталось. Упивайся днями последними твоей жизни. Понимаешь? Я понимаю, в чем проблема. А как ее решить? Жанна, можно взять твою свечу в руки? Да, не вопрос. Она не повредит. Смотришь на пламя свечи, повторяешь за мной. Именем Господа. Именем Господа. Ясновидецы вместе с Оксаной долго читали молитвы. Просили высшие силы закрыть путь убитой женщине из мира мертвых в мир живых. Значит, смотрите, мы от вас ее отрубили, чтобы ты и твои дети остались, понимаете, закрыть глаза, искренне попросить у нее прощения и попросить оставить живыми, дорогая моя, твоих детей. Я прошу прощения у тебя за то, что ты не смогла воспитать своих детей. И не мсти мне, пожалуйста. Я жду теперь знак, который мне подаст эта женщина, что я прощена, моя семья прощена, и нам ничего не угрожает. А нам с Жанной на протяжении следующих 40 дней предстоит кропотливая работа. Ежедневно мы будем читать молитвы за упокой убитой женщины и за здравие Оксаны и ее близких. У вас будет все хорошо. Прощаемся. Спасибо большое, что вы назвали. Спасибо, не плакай. И со мной все повиняете. Вы меня слышите, Оксаночка? Слышу. Как вы там? Нормально все. Помнишь вот эту дату? 1 ноября 16.30? Я боялась этого дня. Я весь месяц ноябрь боялась. Просто вот страх стоял внутри и все. Слава Богу, я жива, да, и у меня все отошло. Женщина в черном уже не снится? Нет, мне женщина в черном уже не снится. Слава Богу, жизнь у всех налажена. Жизнь наладилась, у вас все будет хорошо? Жизнь наладилась. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам большое. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Маленькому Богдану Сосоненко из села Таврийская Херсонской области всего два годика. Как и все двухлетки, любит активные игры, машинки и качели. Богданчик, иди покажи, как ты на качелях умеешь кататься. А ну, покажи, покажи. Сам садись. Однако такие повседневные вещи, как качели и игра с ровесниками, для этого мальчика – настоящая редкость. Мама ни на секунду не отпускает Богдана от себя, поскольку уверена – ребенку угрожает смерть. Мне очень страшно. Я без него просто жизни не представляю. Я тоже за него переживаю. Это единственный ребенок. Родители уверены – какая-то потусторонняя сила хочет отобрать у них сына. Однажды ночью Анна увидела кошмарный сон. Мне снился сон, что вроде Богданчика душат. Потом я проснулась, реально в холодном поту. Глянула – кот сидит у него на груди. Странно то, что в семье нет домашних животных. И как кот мог попасть в дом посреди ночи – непонятно. Ведь двери и окна были закрыты. Тем более, по словам матери, животное исчезло так же загадочно, как и появилось. А после этого сна… Мы ехали на машине, уже поворачивали к себе домой. И тут резко вылетает красная иномарка. И получается, если бы тот мужик не свернул, он бы попал мне, как я сидела. В этот бок влетел бы. Мальчик в этот момент сидел у матери на руках. От смерти малыша спасло то, что отец вовремя вывернул руль авто. Я не знаю, откуда он взялся, откуда он вылетел. Вот так, пошел юзом, затормозил. Я сразу включил аварийку. Остановился, перейти в себя, а то руки дрожали, сердце выпрыгивало. А уже через день после этого маленький Богдан чуть не погиб. У меня здесь зеркало большое на стене. И Богдан там бегал, и оно упало. Если бы не дядя Толя, то оно упало бы на него. В последний момент родной дядя Анны успел поймать зеркало и спасти ребенка от смерти. Оно бы ударило его по голове. Это сто процентов. Ведь оно тяжелое, реально тяжелое. В панике родители поснимали со стен все зеркала и картины. Проверили, прочно ли держатся люстры на потолке. Но и это не спасло малыша от опасности. Спустя несколько дней на глазах у матери какая-то неизвестная сила швырнула Богдана прямо в стену. У меня тогда такой шок был, у меня такая истерика. Я с ним бегала по комнатам, не знала, что делать. Кричу, звоните, чтобы ехать в больницу. Ребенок был от нас буквально метра три. Не было рядом никого возле него. Он ни с того ни с сего на ровном месте. Крутнулся, получается. Голову поднимает, и сразу уже полностью все в крови у него. Богдан чуть ли не каждый день оказывается на грани жизни и смерти. Родные уверены, это не просто стечение обстоятельств. За ребенком охотится какая-то потусторонняя сила. Не понимаем, почему именно так все с ним происходит. Вроде бы и смотрят за ним. Но таких загадочных ситуаций их очень много. На мой взгляд, как для одного ребенка, очень много таких совпадений. Но последней каплей стало то, что кошмары о мальчике теперь видит не только его мама. Сашиной родной сестре снилось, что они поехали со свекровью заказывать гроб маленький. Родители боятся, что этот сон, как и предыдущие, станет реальностью. Мы все переживаем. И мы никто ничего не можем понять. Думаем, с ним что-то может случиться. Он у нас такой нежный мальчик. Всегда обнимает, целует. Боже, как я боюсь его потерять. Когда Анна узнала, что в Херсон на очередное расследование приехала цыганская ясновидица Рубина Цибульская, мигом помчалась в город. Она решила лично попросить помощи у экстрасенса. Рубина. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень нужна ваша помощь. Меня зовут Аня. Мне сказали, что вы в городе, у меня есть маленький ребенок. И я думаю, что ему угрожает большая опасность. У вас фотография есть с собой? Да, только на планшете. Да-да, давайте здесь. Как ребенка зовут? Богдан. Так. Аня. Богданчик. Я вижу такую картину. Я вижу руки. И эти руки держат какую-то маленькую куклу. И рука обматывает черной ниткой горло этой кукли. Обматывает. Как душит. Душит. Очень похоже на какой-то обряд. На какой-то ритуал. Когда делают порч на смерть. Ну, здесь, получается, ребенку кто-то делает эту порчу. Он чуть при родах не задохнулся. Когда начались роды, он начал задыхаться. Сделали Кесарева. Получается, спасли. Даже врачи не знали, почему он задыхался. Невероятно. Оказалось, что угрозы мальчику начались с самого момента его рождения. Приехали мы на роды. Тоже все было вроде хорошо. Врач все проверил, сказал, да, до 10 часов родишь, все будет нормально. А потом резко начало падать сердцебиение у ребенка. Начал он задыхаться. Чтобы спасти мальчика, Анне срочно сделали Кесарево сечение. Но причины случившегося до сих пор врачам неизвестны. У малыша не было патологии, которые могли бы вызвать такое состояние. Все было у нас идеально. И тут внезапно началось сердцебиение. Ну, не может такого быть. Врачи не нашли никакого логичного или научного объяснения ситуации. Неужели это какая-то мистика? А что мне теперь делать? Как мне теперь Богданчика спасти? Как, вы мне поможете? Давай, есть у тебя бумага, ручка. Напиши мне свой адрес, телефон. Смотри, и колокола, ты посмотри, какой знак тебе. Тому, что, может быть, пришло время. Чему время? Или уйти ему, или спасти его. Спасти? Вы мне поможете? Да. Я тебе помогу. Спасибо. Я тебе позвоню. Хорошо. Хорошо? Я понимала, что здесь ситуация очень и очень серьезная. Одна я могу не справиться. Мне нужна была помощь. Помочь Рубине Цибульской согласился постоянный эксперт нашего проекта и один из сильнейших экстрасенсов мира Хаял Аликперов. На следующий день ясновидцы отправляются на расследование. По дороге азербайджанский экстрасенс работает с фото мальчика и его родителей. Что ты можешь сказать об этом мальчике? Что ты видишь? Сейчас книга говорит мне странную фразу. Не дай смерти заговорить еще раз. Смерти? Какой кошмар. И что это значит? Не знаю. Книга говорит, что мы найдем ответ под белыми птицами. Что это за место? Где его искать? Книга говорит, что это знает отец. С ним связана какая-то тайна. Получается, что во всем виноват папа мальчика? Не знаю. Нужно поработать с его фото. Рубина, когда я смотрю на фото Александра, мои джины говорят мне «кабиль и хабиль». А кто это? Что это значит? В Коране есть такая история о брата убийстве. У нас тоже есть в Старом Завете притча о каянии Авели. Один брат убивает другого брата. Мы должны узнать у Александра. Возможно, у него есть брат, и это как-то связано. Но при чем здесь брату убийство? На что намекает азербайджанский экстрасенс? Ты знаешь, Хаял, я сегодня видела сон, я видела мужчину, он весь сутулый, переломанный. Он сидит и сколачивает гроб. А сзади, за спиной его, стоят два закрытых гроба. Этот мужчина что-то сказал тебе? Да, он мне сказал. Не лезь! Кто этот мужчина? И что означают странные видения экстрасенсов? Ясновидцы подъехали к дому, где живет семья Богдана. Алло, Аня, это Рубина. Мы подъехали. Выйди, пожалуйста, к нам. Давай, мы здесь у ворот. Давай, стоим, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приехали, что не отказали мне. Саша, супруг Ани. Хаял, мы сильно переживаем за нашего сына, за Богдана. Александр, у меня к вам вопрос. Скажите, у вас есть брат? Брата нет, две сестры. Одна родная, а вторая по матери родная. Очень странно. Когда мы работали по дороге с вашим фото, мои джины сказали мне, что у вас есть брат. Что же это может означать? Подождите. А где сейчас ребенок? Где Богдан? Один. В доме. Что происходит? Почему экстрасенс бежит в дом? Хаял, что случилось? Ужас. Деревянная доска для рисования чуть не упала на мальчика. Доска упала. Эта доска могла разбить ребенку голову. Какая доска? Его мольберт. В комнате рядом с мальчиком был дух мертвого мужчины. Это он сбросил тяжелую доску. Он хочет убить Богдана. Оденьте ребенка. Нужно быстро выйти во двор. Здесь слишком опасно. Идем, идем. Когда я был в доме, я почувствовал ужасную энергетику внутри. Это была энергетика смерти. Я и подумать не мог, что происходило в этом доме. Что имеет в виду экстрасенс? И кто этот мужчина, который пытается убить Богдана? Мальчик тоже видит этого духа. Это дух мужчины. Он приблизительно моего роста. Такой? И он тянул к Богданчику свои руки. Так, словно, хотел задушить его. Я хочу поработать с ребенком. Богданчик, в зеркальце посмотри. Посмотри отражение свое. Дай мне нормально. Ты видишь себя? Да. Хаял, ты знаешь, зеркало мне показывает силуэт мальчика. Он стоит посреди дороги и вытягивает руку. Я вижу, как проезжает машина красного-алого цвета. Она просто пролетает, а он стоит и держит руку. Ребенок в моем видении своей рукой как будто останавливал машину. Машину, которая несла смерть. Но кто этот мертвый мальчик? Это что произошло? Чуть авария не случилась. Я была на седьмом месяце беременности. Мы ехали из Херсона с заправки. Спортивная машина летела перед лицом. Перед вами прямо. А этот ребенок рукой запретил этой машине сбить вас на смерть. Вы понимаете? Это очень страшно. Дух ребенка из моего видения уберег от верной гибели Богданчика. Но что это за дух? Я даже представить не могла. Вы понимаете? Я просто хочу увидеть, что это за ребенок. И мне для этого необходимо вызвать дух. За ребенком охотится агрессивный дух мужчины. Поэтому проводить какие-либо ритуалы, когда рядом малыш, было крайне опасно. И желательно, чтобы Богдан пока побыл с кем-то из ваших родных или близких. Хорошо. А ну беги к дедушке, беги. Бегом. Для того, чтобы вызвать этого духа, ребенка, необходимо из дома принести конфеты, сладкое что-то. Есть? Есть. И принесите чашу с водой. Я через зеркало свое буду вызывать. Дух, приди. Покажись. Покажись. Кто ты? Скажи мне, кто ты? Приди. Малыш, я вижу ребенок, маленький ребенок. Лет шесть, семь. Волосики русенькие, пухленькие. Ты кто? Как тебя зовут? Ты слышишь меня? Он не может говорить. У него какой-то шрам. Он показывает мне. Это просто невероятно. Кого описывает цыганская ясновидица? Шрам. Реально красный шрам. Вот такой вот. Полностью вот так он ведет. Как по плечу. Как ожог. Что это за ребенок? Даня. Наш старший. Наш старший, Даня. Я была в полном шоке. Оказалось, Богданчик не был единственным ребенком в этой семье. У мальчика был брат. А что с ним случилось? Как порез? Это не порез. Ожог. Чашку с кипятком вылил. Вывернул. Потянул на себя. Поставила чашку с чаем. Он на себя потянул. Облился. В Херсоне ему накладывали свиную кожу. Все у него зажило. Но шрам, конечно, остался. Вот здесь. Я чувствую, что старший сын этих людей умер не из-за ожога. Но почему он не может говорить? Это показалось мне странным. У меня было чувство, что мы ошиблись. И это дух какого-то другого мальчика. Но то, что происходило дальше, меня настолько шокировало, что я на какое-то время просто забыл об этом. Его, получается, нету? А когда это произошло? Три года назад. Это просто ужас. Что случилось с сыном этих людей? Рубина, дух этого мальчика показывает мне на дом. Идем туда, быстрее. Идемте. Открываю тебя. Боже мой. А что здесь произошло? Это просто кошмар. Я слышу детский крик. Мама! Мама! Ребенок отчаянно зовет на помощь. Мамочки мои. Звук идет отсюда. Ребенок кричит здесь. Это маленький мальчик. Он заплаканный. У него страх и паника в глазах. Боже мой. Что случилось, Аня? Аня! Александр и Анна не могут сдержать слезы. Но что случилось с ребенком? Я чувствую запах чего-то горелого. Господи. Горит ткань. Пожар был в доме. Задохнулся. Это просто ужас. Шок. Мальчик задохнулся и не смог выбраться из горящего дома. О, Господи. Здесь возле двери я вижу еще одно детское тело. Это еще один маленький мальчик. Младший. Младший, старше 7 и 3 года. Егор и Даня. Мы были шокированы услышанным. В январе 2014 года в этом доме во время пожара задохнулись двое детей. Но где были их родители? Почему они не спасали своих сыновей? Подождите. Мне идет картинка. Дети в доме одни. Я просто поверить не могла. Как такое могло произойти? А вы выходите из дома, и у вас в руках какие-то вещи. Кажется, белье. И вы очень спешите. Я с пакетами шла к свекрови стирать. Анна понесла стирать грязное белье к свекрови, живущей неподалеку. Загрузила одежду в стиральную машину и сразу вернулась назад. В вас, Александр, я вижу сахапкой дров в руках. Вы куда-то вышли из дома. Январь месяц. Мы уже посеялись. Теплицу надо топить. И я пошел буквально на 5 минут. У семьи есть теплицы для выращивания овощей. Зимой внутри устанавливают печь, чтобы поддерживать тепло. Поэтому Александру каждые полчаса нужно отлучаться из дому, чтобы подбрасывать дрова в печку. Никто и представить не мог, что за каких-то 15-20 минут весь дом заполнится дымом. МЧС осмотрели проводку. Проводка вся в нормальном состоянии. Загорелось что-то, сделанное из ткани. Игрушки. Игрушка загорелась. По словам сотрудников МЧС, пожар случился из-за того, что загорелась коробка с детскими игрушками. Я вижу, когда вы пришли, детки были еще живы. Но спасать их было слишком поздно. Заходим в дом. В доме копоть и дым. Ничего не видно. Давай искать, выносить детей. Начали Даньку откачивать, скорую вызвали. Боже, я не могу. Меня не пустили в скорую. Мы приехали в больницу сразу за скорой. Нам сказали, что уже все. Поздно, они умерли. А вы знаете, я слышу, я слышу, как вас обвиняют и говорят, вы убили своих собственных детей. Вы оставили своих детей дома и убили их. Может, за глаза и говорили, но в глаза. Здесь каждый по-разному все говорит. Много разного говорили. Одни говорили, что я во всем виновата. И обзывали, и в интернете гадости писали, что нас должны были посадить. Так люди здесь ходили, подписи собирали, что мы нормальные, что мы ничего такого не делали. Анечка, что ты пережила? Боже мой! Боже мой! Какое горе! Двое детей! Я вижу, что дети не могут выбраться из дома, потому что дверь словно ловушку закрывают чьи-то руки. Дверь открывать не открывается. Начали выбивать. Еле выбери дверь. Стоит дым. Ситуация слишком странная. Отец находился во дворе, поэтому не стал закрывать дверь. Но во время пожара она оказалась закрытой. Как такое случилось? Втроем выбивали дверь. Не могли открыть. Я вижу, как мальчик пытается выбраться. Бьет ручкой в это окно. Боже мой! А потом он бежит сюда, хочет открыть дверь, но не может дотянуться. И с вешалки на него падают какие-то вещи. Старшего сына Даниила увидели в спальне. Он задохнулся, сидя перед телевизором. А вот младшего Егора долго не могли найти. Мальчика не было ни в одной из комнат. Егор лежал в пристройке. Его не заметили сначала, переступили через него. Он был пальто накрыт. Висело на вешалке. Он его... Он его сорвал. С петлей вместе. Петлю порвал и накрылся. Мои джины сейчас говорят, тот, кто закрыл дверь, предупреждал вас о смерти детей. Что это все означает? Неужели семье кто-то угрожал? Я слышу пронзительный звук. Это звонок. Звонок. Кто звонил? Кому звонили? Телефон у нас звонил. А, да. Телефон звонил. Трубку берем. Алло, алло. А в трубке тишина. Это смерть звонила. Это был знак. Так вот о чем говорила утром моя книга. Не дай смерти заговорить снова. Ваших мальчиков забрал тот же дух, который охотится за маленьким Богданом. Это его руки закрыли ваших детей в горящем доме. В тот момент я увидел, как за спиной у Александра в двери промелькнула какая-то тень. Я подумал, что это снова проявил себя дух, который хочет причинить вред Богдану. Что это? Подождите. Невероятно. Как только Хаял Олегперов увидел духа, мы услышали за домом какой-то странный звук. Шок. Возле дома лежит разбитый шифер. Что происходит? Это дух того мертвого мужчины. Он сорвал шифер с крыши. Дух мужчины показывал мне большой синяк вот здесь, на затылке. Он словно избитый. У него из носа текла кровь. А еще дух постоянно повторял слова. Она должна простить. Что это означает? Кого описывает азербайджанский ясновидец? Подожди секундочку, Хаял. Я сегодня видела картину. Мужчина перебитый весь, поломанный. Он сидит и сколачивает гроб. Это что получается? Он сколачивает этот гроб для Богданчика? Это что такое? Я не понимаю. Что это за мужчина? Кто это? Дух сейчас говорит мне, она должна меня простить. За ребенка. Прощение просят? За ребенка прощение просят? Невероятно. Неужели именно этот дух забрал жизни двух детей, а теперь хочет свести со свету и Богдана? Но почему тогда просит прощения? И кто он? Я вижу женщину, лежит здесь, на земле. А он ее бьет ногами. Бьет ногами. Со всех сторон. И по животу. И я чувствую, что идет боль внизу живота. Она была беременная. Женщина была беременная. Кошмар. Как видение экстрасенса касается этой семьи? Кто жестоко бил беременную женщину? Он ее избивает. Он ее избивает. Он ее избивает до полусмерти. Он выбивает этого ребенка. Она вся в крови. Почему Александр и Анна так странно переглядываются? Они знают, о чем идет речь? Дух мужчины говорит мне, что он был когда-то хозяином в этом доме. Да, да, да. В этом доме жила баба Шура с дедом. Ну, дед любил выпить. Выпьет и начинает гонять бабу Шуру. Мужчина в погонах. И он его убивает. Она рассказывала, что ее мужа убил участковый. Слышала, что участковый. Он того мужика ударил по шее дубинкой, и все. И он умер. Местные жители до сих пор с ужасом вспоминают тот случай. Крики соседки о помощи были слышны на все село. Однако попытка участкового защитить женщину обернулась убийством. Но как это все касается сегодняшнего расследования экстрасенсов? Подожди секундочку. Она теряет ребенка. Книга говорит, что именно за это мужчина просит прощения. За смерть своего нерожденного ребенка. Он хочет, чтобы жена его простила. Иначе он не найдет покоя на том свете. Дух бывшего хозяина этого дома не причастен к тому, что случилось с детьми. Он явился к нам, поскольку это был его единственный шанс попросить прощения у своей жены и найти покой. В моем видении руки к Богдану тянул другой мужчина. Передайте, пожалуйста, жене этого мужчины. Пусть поставит в храме свечку за покойного и постарается простить его. Но дух какого мужчины забрал на тот свет двух сыновей из этой семьи, а сейчас охотится еще за одним? Сейчас моя книга говорит нечто странное, что причину всего нужно искать в вас, Александр. Что это все означает? Отец сам виноват в том, что случилось с его детьми. Но как такое может быть? Мне идет информация, что в вашей семье не только вы теряли детей. Старшая сестра потеряла первого ребенка. Он не выжил. Вторая сестра. Ребенок прожил 2-3 дня. Шок. Две родные сестры Александра тоже потеряли детей. Что же происходит в этой семье? У старшей сестры Александра ребенок был задушен пуповиной. Ребенок второй сестры умер из-за болезни легких. А сыновья мужчины задохнулись во время пожара. Странно, но дети в этой семье умирают из-за того, что не могут дышать. Это похоже на какое-то родовое проклятие. Чтобы понять, действительно ли это родовое проклятие, мы должны поработать на месте, где жил ваш род, Александр. В вашем родительском доме. Мы можем пойти туда поработать. Александр идет к своей матери, которая все это время наблюдала за работой экстрасенсов. Но неожиданно женщина наотрез отказывается пускать их в свой дом. Нет и все. Нет, нет, даже не думайте. Нет. Мать категорически говорит нет, отказывается. Мама не хочет. Не хочет даже во двор пускать. Как ее зовут? Нина Андреевна. Мы пришли разбираться в ситуации этой семьи. Ведь маленькому Богданчику грозит смертельная опасность. А два его старших братика погибли. А мать Александра просто убегать от нас начала. Нина Андреевна, а ну секундочку, стой! Сгинули дети, внуки! А за что? Пошла вон. Так а что вы такая агрессивная? Поведение женщины нас удивило. Почему она убегает от экстрасенсов? Почему не хочет пускать их во двор? Женщина просто убежала от нас, закрыв дверь перед самым нашим носом. Ее не остановило даже то, что речь идет о жизни ее внука. Но мы отступать не могли. К счастью, поговорить с экстрасенсами согласился отец Александра. Здравствуйте. Как вас зовут? Василий. Нам нужно поработать с вашим домом. Нам нужно просмотреть территорию. Вы разрешаете? А где жена ваша, Василий? Она убежала. Она верующий человек. Для нее это сложно. Мы все верующие. Мы все верующие. Разрешите мне поговорить с ней? Несколько минут азербайджанский экстрасенс о чем-то говорил с женщиной. В конце концов, она позволила съемочной группе войти во двор. Мать Александра отказывалась общаться с нами, поскольку наставник религиозной общины, в которую она ходит, осуждает общение с экстрасенсами. Я не сказал этой женщине ничего особенного, только правду. А правда в том, что если мы здесь, это означает, что Бог хотел помочь семье. Мои джины говорят мне найти то, что закопано здесь. Это вещь, которая несет смерть. Подклады какие-то были? Здесь, на территории. К чему ведет экстрасенс? Неужели все ужасы в этой семье происходят из-за подклада? Книга мне указывает в ту сторону. Сейчас я вижу картинку. Какая-то женщина что-то закапывает вот здесь. Ребята, несите лопату! Срочно! Да нет там ничего. Что там может быть? Я тут перекапывал. О! Ухвал! Стой, 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 стой! Смотрите, ребят! С ниткой черной. Не смотри! Невероятно! Что это за кукла? Это и есть та вещь, которая несет смерть? То, что вы мне утром рассказывали. Я вижу такую картину. Я вижу руки. И эти руки держат какую-то маленькую куклу. И рука обматывает черной ниткой горло этой кукли. Невероятно! Кукла с ниткой на горле! Но что это за магия? Кто и зачем оставил здесь этот подклад? Это сделано на смерть детям, чтобы они умирали от удушья. Магия до сих пор действует. Просто кошмар! Неужели из-за подклада в этой семье погибли уже четыре ребенка? Сначала двое малышей у старших сестер Александра, а затем и двое его сыновей. Но кто это мог сделать? Смотри! Женщина! Женщина! Это сделала женщина. Карты показывают. Женщина, которая сильно страдала, мучилась. Я вижу мужчину. Мужчина, который имел связь с женщиной. И он ее оставил. Он ее оставил беременную. И она осталась в мучении. Она сделала аборт или потеряла ребенка. Женщина, которая сделала аборт? О ком говорит экстрасенс? Мои джинны говорят, что подклад сделали из-за мужчины по имени Василий. Это же вы! Я была в шоке от того, что Василий бросил беременную женщину одну. А она, в свою очередь, решила ему отомстить. Но когда я посмотрела в карты, расклад сказал мне, что мужчина, которому сделан подклад, уехал из этого дома. Ну как такое может быть? Первый хозяин был тоже Василий. Он уехал? Да. В Одесскую область. Получается, бывшего владельца дома тоже звали Василий? И подклад сделали именно ему? А теперь из-за этого страдает семья Александра. Мои джинны говорят мне, что каждый малыш, рожденный в этом доме, обречен умереть. Ваши сестры, когда были беременны, жили в этом доме? Да, да, да. А когда Анна была беременна первыми думе, а детьми или Богданом, вы жили в этом доме? Нет, жили раньше по соседству. То есть все ваши трое детей родились в другом доме? Не в этом? Подклад, который мы нашли, действительно сделали на смерть детей. Именно поэтому две сестры Александра потеряли своих малышей, рожденных в этом доме. Но Анна в родительском доме вообще не жила. Так что подклад не мог на нее подействовать. Да, действительно, Богдану угрожает что-то другое. Однако от этого нужно избавиться. Нужно сжечь подклад. А это место окропить освещенной водой. Да. Давайте за территорию. Теперь только остается собрать пепел и этот пепел под дерево скопнуть. В тот момент я посмотрел на стену соседского дома и был просто поражен. На ней был рисунок белой птицы. Эти птицы – это подсказка, которую мне дала книга в начале расследования. Сейчас под этими птицами я вижу двух духов. Один из них – ребенок. Маленький мальчик, который не может говорить. Именно он был сегодня возле вашего дома. Я вижу ребенок, маленький ребенок. Лет 6-7. Он не может говорить. У него какой-то шрам. Он показывает мне. Моя книга говорит мне, что дух мальчика, которого я сейчас вижу, – это не ваш погибший сын. Мы ошиблись. Это другой мертвый мальчик. Но у него тоже есть какой-то шрам на шее. Еще один мертвый мальчик со шрамом на шее? Но кто он? Подождите. А рядом с ним стоит дух мертвого мужчины, которого я видел сегодня утром. Этот дух мужчины приблизительно моего роста. Это он сбросил деревянную доску на Богдана. Александр, этот мужчина говорит, что он проклинает тебя. Но за что? И кто этот дух? Подожди секундочку. Вот этот мужчина, он говорит, ты убил моего сына. Да. Все застыли в шоке. Александр убил ребенка? Почему? На этом месте вы убили маленького мальчика. Да. Боже мой. Но в этот момент мои джины сказали мне, ребенок убил ребенка. Александр, сколько вам было лет, когда вы убили этого мальчика? Мне тогда было восемь. А сколько ему лет? Шесть или семь. Как зовут его? Ярослав. А что произошло? Ружье выстрелило. У тебя в руках? Я направила его? Да. Получилось, перебило сонную артерию. Задело. Да. Его не довезли до больницы. Я бросил ружье. Я бросил ружье и убежал. Так вот почему в видениях к экстрасенсам приходит дух мальчика со шрамом на шее. Он поздозвал этого Ярослава, нацелился у него и выстрелил. Выстрелил ему в упор. Ему голову оторвало. Там столько крови было, это ужасно было. Еще когда мы были во дворе дома Александра, я засомневался, что дух мальчика, который пришел к Рубине, это дух сына этих людей. Если ожог на шею не был причиной смерти сына Александра, то почему он не мог говорить? Теперь мне все стало ясно. С момента убийства прошло уже 20 лет, но Александр до сих пор с ужасом вспоминает тот день. Утром к ним в гости приехал родной дядя и оставил свое заряженное ружье во дворе. Почему мужчина был с оружием, никто не помнит. Возможно, собирался на охоту. Это в детстве, по неосторожности, приехали родственники и оставили ружье. Ну и так получилось. Маленький Саша подумал тогда, что это игрушка, и решил похвастаться перед соседским мальчиком Ярославом. А дальше раздался звук выстрела и шок. Мальчик говорит, что он ваш брат перед Богом, и вы его убили. Кумавья наши здесь жили. Подождите. Ваши родители крестили мальчика, которого вы убили? Да, крестили этого мальчика. И они жили с вами по соседству? Да. В тот момент я понял, о каком братоубийстве говорила мне книга. Когда я смотрю на фото Александра, мои джины говорят мне, кабиль и хабиль. В Коране есть такая история о братоубийстве. Мать Александра была крестной матери убитого мальчика Ярослава. Они были братьями перед Богом. Я чувствую, что семья мальчика вас просто ненавидит. И постоянно проклинает. Да. Убийство Ярослава стало страшной трагедией для соседской семьи. Мать мальчика так и не смогла прийти в себя после его гибели. Она уже сильно спилась, худющая, страшная такая стала. Сейчас уже гепатит С у нее. Нам сказали, что года два протянет, и... Она где меня не увидит, везде меня проклинает, везде обзывает. Камни бросала. Камнями бросалась. Очень тяжело. И вспоминать. Это получилось у тебя несчастный случай. Ты же не виноват в этом. Ну, а кому что докажешь? Убийца и все. Карты говорили, что дух мальчика не злится на Сашу за свое убийство. Расклад говорил, что это был несчастный случай. Саша был ребенком, и ответственность за это должны были нести взрослые, которые оставили оружие без присмотра. Дядя получил всего два года лишения свободы за то, что оставил оружие без присмотра. Но Александр навсегда остался для всех местных мальчиком-убийцей. Подождите. Дух, который охотится за вашим сыном, сейчас говорит мне, что он отец убитого мальчика. Оказалось, что через несколько лет после гибели маленького Ярослава, его отец упал с крыши многоэтажки. Что это было несчастный случай или самоубийство, никто так и не знает. Отец мальчика всю жизнь ненавидел вас. И продолжает ненавидеть после смерти. Смерть ваших детей – это месть. Месть с того света. Так вот, кто был переломанный мужчина из моего утреннего видения. Это был Юрий, отец застреленного мальчика. Он весь сутулый, переломанный. Он сидит и сколачивает гроб. А сзади, за спиной его, стоят два закрытых гроба. Два гроба – это смерть двух сыновей – Дани и Егора. А третий гроб, который сколачивает Юра – это смерть, которая грозит Богданчику. Дух Ярослава пытается защитить Богдана. Именно он остановил аварию, в которую чуть не попала семья. Он не хочет, чтобы его отец еще кого-то забрал на тот свет. Поэтому надо уже поставить точку. Мы сейчас провести должны ритуал. На том месте, где это произошло. Сейчас, Саша, ты станешь в центр круга. Мы с Хаялом будем вызывать дух Ярослава и Юрия, для того, чтобы вы имели возможность наконец-то попросить прощения. Да. Чтобы он отпустил вашего Богдана. Мы сделали вокруг Саши так называемый портал, через который он сможет говорить с духом Юрия. Но никакой гарантии того, что дух примет его извинения, у нас, конечно, не было. Закрой глаза. Настроимся. Вызываю дух. Дух Юры. Приди. Саша, а он стоит перед тобою. Высокий мужчина. Вы видите его? Да. Он стоит прямо перед тобой. Дядя Юра, пожалуйста, прости. Я убегал. Я не знал, что делать. Я не знаю, как людям в глаза смотреть. Я не знал, что мне делать. И повеситься хотел. Пожалуйста, простите. Простите, пожалуйста. Ярослав, и ты приди к нам. Извини, пожалуйста, Ярик. Не хотел я такого сделать. Пожалуйста, извини. Дядя Юра, тяжело мне с этим жить. Простите. Пожалуйста, дядя Юра, не трогайте Богдана последнюю надежду мою. Самое невероятное, когда я вызвала дух Юрия, огонь вокруг Саши просто полыхал. Но стоило ему попросить прощения и искренне извиниться перед духом Ярослава, как огонь сам по себе стал гаснуть. Дух принял извинения. Они ушли. И огонь погас. И огонь погас. Они ушли. Выходи. Теперь они упокоятся с миром и не причинят вреда вашей семье. Спасибо вам большое, что вы приехали к нам, что вы нам помогли, что вы прониклись в нашу историю, что, можно сказать, помогли спасти Богдана. Очень вам благодарна. Спасибо вам. Спасибо. В эфире новый сезон проекта «Экстрасенсы-детективы». Сегодня в программе. Трое сильнейших экстрасенсов против магии, убивающей детей. Один гроб, маленький, второй и третий. Три гроба. Третья кто? У меня была еще одна девочка, Оля. Семь месяцев. Я просыпаюсь. Мне кажется, что она возле меня. Посмотрите все на потолок. Люстра начала шататься. Со стены потолка к нам словно тянулись руки мертвецов. Нужно искать женщину. Ее зовут Нина. Она мертва. Это она охотится на детей. Не пропустите. Правда поразит всех. Город Каменец-Подольский. Алена Курилова и Рубина Цибульская после расследования собираются возвращаться в столицу. Но когда выходили из отеля, цыганская ясновидица заметила нечто странное. Алена, смотри. Девочка маленькая стоит. Что-то держит в руках. Огонь. Она что-то мне говорит. Помоги мне. Подожди. Подожди. Сейчас. Она убита. Она говорит, что ее убили. И скоро убьют ее сестру. Она говорит, что не отпустит меня, пока я ей не помогу. Ужас. Кто эта мертвая девочка? Кто ее убил? И неужели скоро убьют еще одного ребенка? Я сейчас посмотрю по зеркалу. Кто ее убил? Помогите. Держите. Держите ее. Невероятно. Прямо у нас на глазах ясновидица становится плохо. Что происходит? Воды. Возичку дайте. Принесите воду. Полчаса Рубина Цибульская не могла произнести ни слова. Что же она увидела? Алена, у меня сейчас видение было. Я вижу темноту. Я иду по какой-то тропе. Я слышу детский плач. Я бегу на этот плач. И вижу перед собой какой-то погреб или подземелье. Там трое девочек. Я понимаю, что я их должна спасти. Что означает видение Рубины Цибульской? Кто эти дети? Почему они в подземелье? И от кого экстрасенс должна их спасти? Мне женщины подходят и говорят. Не трогай их. Мне их продали. Я не понимаю. Это что, какое-то детское рабство? Я не знаю. Ужас. Кто эта женщина? Неужели она причастна к убийству маленькой девочки, дух которой увидели экстрасенсы? И кто эти дети в подземелье? Было понятно. Если мы не разберемся с этим, дух девочки станет преследовать Рубину. У Рубины Цибульской внезапно поднялась температура. Поэтому мы отменили поездку и провели экстрасенса в номер, чтобы там ее осмотрел врач. А Алена Курилова решила поработать на том месте, где цыганской ясновидице пришел дух девочки. Я вижу девочку. Маленькую, русоволосую. Она держит в руке огонь. Не в руке, а. Там какая-то чаша или пиала. И там горит... Молитва? Но она написана арабской вязью. Я такую чашу видела у Хаяла, когда он проводил свои ритуалы. Я решила позвонить Хаялу и спросить у него. Тогда я даже представить не могла, как этот ребенок связан с коллегой. Все, что ты описала, похоже на старинный мусульманский обряд, который лично я использую для вызова духов. Однако ребенок не в силах провести такой сложный ритуал. Не понимаю, что это может означать? Пока я не выясню, что это за девочка и что с ней случилось, Рубина в опасности. Мне нужна твоя помощь. Спустя полчаса Хаял Олегперов со съемочной группой отправляется в Каменец-Подольский. По дороге экстрасенс решил настроиться на мертвую девочку и ее гибель. Джины сейчас говорят мне, не бойся ту, которая смотрит в озеро с химерами, она не виновата. Что это может означать? Пока не понимаю. Мне нужно еще поработать. Тогда мы и представить не могли, что означает видение экстрасенса и чем закончится вся эта история. Спустя два часа Хаял Олегперов приезжает в назначенное место. Добрый день, Алена. Как Рубина сейчас? Врачи сделали ей укол, и сейчас она уснула. Алена, когда я сейчас настраиваюсь на эту мертвую девочку, Джины говорят мне, не ищи то, что держала мертвых в клетке. Найди ту, которая дала смертельное обещание. Как трактовать слова экстрасенса? Что это за смертельное обещание? И о каких мертвых в клетке идет речь? Я не могла понять. Возможно, это как-то связано с видением Рубины, в котором были дети, закрытые в каком-то подземелье. Тогда ни я, ни Хаял не понимали, что скоро мы увидим всех этих детей мертвыми. Алена, покажи мне, где именно ты видела эту мертвую девочку? Вот здесь. Здесь она была. Здесь. Мне нужно настроиться на нее. Ее имя Ксения. Она говорит, что покажет место, где я узнаю о ее убийстве. Экстрасенс идет на соседнюю улицу и останавливается возле одного из жилых домов. Дух девочки показывает мне на окно этой квартиры на первом этаже. Она говорит, там было ее тело. Невероятно. Возможно, эта квартира – место убийства девочки? Добрый день. Меня зовут Хаял. Светлана. Я Алена. Я вижу, что вы сильно удивлены. Да, я удивилась. Дело в том, что к вашей квартире нас привел дух девочки. Ей лет семь, восемь. Ее зовут Ксения. Вы понимаете, кто это? Дочка. Ваша дочь умерла? А когда это случилось? Два месяца. У нас были с сердцем проблемы. Дилодационная кардиомиопатия. Это левый желудочек не работал, только правый желудочек работал в сердечке. Так случилось. Светлане 36 лет. Не так давно у них с мужем Юрием было две дочери – Иванка и Ксения. Восьми и семи лет. Но два месяца назад младшая девочка умерла от внезапной остановки сердца. Я не мог понять, если у девочки остановилось сердце, то почему она говорит, что ее убили, а скоро убьют и ее сестру. Мне нужно было настроиться на смерть Ксении. Светлана приглашает экстрасенсов в квартиру и показывает им комнату покойной дочери. Когда начали рассказывать, когда сказали, что Ксюша здесь, я почувствовала тепло на своем лице. Книга говорит мне, что ваша дочь умерла из-за большого сердца. Что это означает? Увеличено сердце. Пересадка нужна была. Оказывается, о загадочной болезни Ксении писали все отечественные СМИ. Они и так и говорили – девочка с большим сердцем. Ведь оно у семилетней школьницы за месяц внезапно увеличилось в четыре раза. Кардиомиопатия дилатационная – это заболевание сердца, в котором увеличивается у нас полость сердца. То есть те же размеры стенки сердца, но просто увеличение полостей. По словам врачей, дилатационная кардиомиопатия может развиваться годами. Людям с таким диагнозом в зависимости от степени заболевания назначают или терапию, или пересадку сердца. Однако у маленькой девочки болезнь развивалась слишком быстро. Мы все были в шоке. Никто ничего не мог сказать. Такая у нее была болезнь, что не могли определить, что у нее было. А началось все с того, что во время семейного отдыха в городском парке девочка пожаловалась маме на боль в животе. Утром мы поехали. Мы там покатались. К обеду ей стало хуже. Не было сил у нее. И мы поехали в больницу. Все надеялись, что у нее все хорошо будет. Что-то не то. Именно тогда медики заметили, что сердце девочки увеличивается. Но выяснилось, что ее обследовали за неделю до этого случая. Ксения занималась гимнастикой, поэтому прошла тщательный медосмотр. Ксюша у нас была такая энергичная. Она очень танцевать любила. И акробатику она любила. Спортивной акробатикой занималась. Обычно дилатационную кардиомиопатию выявляют во время эхокардиографии. Но, по словам родных, незадолго до смерти Ксения проходила такое обследование, и никаких патологий у нее не обнаружили. Они сделали очень много анализов, проверяли сердце, сказали, что все нормально. Книга говорит мне, что ваши дочери должны были помочь в стороне слонов. Что это означает? Мы должны были ехать в Индию для пересадки сердца. Когда мы узнали, что нам нужна пересадка, она еще самостоятельно дышала, просто под капельницей была. Играла, рисовала. Мы связались, нашли центр в Индии. Нам оттуда прислали документы, что готовы нас принять. Родителям сообщили, что стоимость такой операции 100 тысяч долларов. И семья решила любой ценой собрать необходимую сумму и спасти маленькую Ксению. Знакомые сделали в Вайбере группу, затем в Фейсбук бросали. Так мы начали собирать деньги. Деньги для операции маленькой школьницы собирали всей страной. Родители верили, что она будет жить. По знакомым, по сайтам, люди начали сбрасываться нам деньгами. Весь каменец поднялся. Половину мы собрали за месяц. Деньги поступали на счет девочки каждый час. Клиника в Индии уже зарезервировала место для Ксении, а семья собирала вещи для вылета. И я вроде немножко успокоилась. Все настроились, что теперь будет пересадка. Все было очень хорошо. Она еще утром проснулась и ждала папу. Папа должен был привезти ей торт. Я чувствую, что вашу дочь несколько раз возвращали с того света. Да. Но это не помогло. Врач говорил, что четыре раза сердце останавливалось, он его заводил, а пятый раз уже все. Через полчаса сердце остановилось. Так случилось. Светлана говорит, что со смертью дочери у нее словно вырвали душу. И эта боль не покидает ее ни на минуту. По моим ощущениям, причина смерти Ксении была не только медицинская. За девочкой охотилась какая-то потусторонняя сила. И перед смертью она ее видела и чувствовала. Позже Светлана вспомнила, что незадолго до смерти дочь действительно видела в комнате какой-то странный силуэт. За три месяца до случившегося она сильно по ночам плакала. Именно 12 часов она начинала плакать. Мать вставала, плакала, куда-то бежала. Девочка забегала к маме в комнату и от страха даже не могла объяснить, кого именно она видела. Пугала это. Я думала, может, пойдем в церковь на причастие и легче ей станет. Но мать так и не успела отвезти дочь в храм. Ксения попала в больницу. Тогда Светлана решила пойти в церковь и хотя бы поставить свечи за здоровье дочери. Но то, что случилось дальше, ее просто шокировало. Пошла в церковь и поставила свечи. Но свечи падали на пол из подсвечника. Очень большой шок у меня был. Очень. Светлана говорит, что именно в тот момент поняла. Ее дочь хочет забрать на тот свет какая-то нечисть. Сейчас ваша дочь пришла, чтобы спасти свою сестру, Иванку. Я чувствую, что с ней тоже начали происходить какие-то страшные вещи. Да. Она говорит, что ей тяжело дышать. Выяснилось, что в последнее время Иванка, которая на год старше Ксении, тоже видит в комнате чью-то тень. И после этого у девочки начинаются приступы удушья. Я не могла ее разбросить. Это было перед сном. Она плакала. Когда я брала ее к себе, ей легче становилось. И она засыпала. Объяснить причину странных приступов у Иванки врачи не могут. А мать боится, что потеряет и вторую дочь. Просто одна Иванка, и очень боимся. Даже мысли-то впускать в голову, что можем ее потерять. Это очень тяжело. Тем более, что в последние несколько дней мать видит во сне, как хоронит Иванку. Я боялась этот сон кому-то рассказать. В страшном сне не увидишь и не расскажешь. Светлана говорит, что и сама уже хотела обратиться к экстрасенсам. Поскольку не знает, где искать помощь и как спасти единственного ребенка. Не знаем, что делать и куда нам бросаться. С чего это все началось и где его искать. Хотим, чтобы избавили нас. Мы не можем перенести это все. Смотрите далее. Роковая расплата матери. Один гроб, маленький, второй и третий. Три гроба. А третья кто? У меня была еще одна девочка. Оля, семь месяцев. У вас еще одна дочь умерла? Да. Не пропустите. Шокирующее признание женщины поразит всех. Я продала дочь. Вы продали своего ребенка? Мы вернулись. В эфире проект «Экстрасенсы-детективы. Новый сезон». Сегодня Рубина Цибульская и Алена Курилова в Каменец-Подольском. Ясновидец умоляет о помощи дух мертвой девочки с огнем в руках. Она что-то мне говорит. Помоги мне. Помоги мне. Подожди. Подожди сейчас. Ее убили. И скоро убьют ее сестру. Невероятно. Но цыганская ясновидица потеряла сознание, когда настроилась на нечисть, убившую ребенка. О! Держите. Держите ее. На помощь коллегам срочно выехал Хаял Алекперов. И дух мертвой девочки привел его к своему дому. Ваша дочь пришла, чтобы спасти свою сестру и банку. Я чувствую, что с ней тоже начали происходить какие-то страшные вещи. Да. Не пропустите. Три экстрасенса, три мертвые девочки. И финал расследования, который поразит всех. Я решил поговорить с мертвой девочкой, чтобы она сама все объяснила. Светлана, дух вашей дочери сейчас здесь. Она улыбается. У нее ямочки на щечках. И она берет вас за руку. Да. Когда он начал рассказывать, я почувствовала, будто она меня обнимает и гладит. Мамочка, смотри. У меня платье белое. Вы похоронили в белом платье? Она очень любила такие платья. Мы ей купили. Она говорит, я прихожу к тебе ночью. И ложусь лицом на твою ручку. Я просыпаюсь. Мне кажется, что она возле меня. Она всегда была такая мамина. Она без мамины руки не засыпала, чтобы она чувствовала, что я возле нее. Она за семь лет без меня не ложилась спать. Светлана говорит, что после гибели дочери перестала бояться смерти. Ведь самое страшное в своей жизни она уже пережила. После смерти маленькая Ксения хочет защитить Иванку от смертельной потусторонней силы. Ведь девочки при жизни были как близнецы. Они были как одно целое и постоянно держались за руки. Да, очень похоже. Постоянно говорили, что они близняшки. Никто не верил, что год разницы. Сестры жили в одной комнате, ходили в одну школу. Обе занимались гимнастикой и не расставались ни на минуту. Светлана говорит, что долго не могла решиться сказать Иванке, что ее сестрички больше нет. Ничего не говорили. Уже когда я приехала после похорон, она сразу спросила, А Ксюша где? Говорю, знаешь, кто такие ангелы? Она отвечает, да, те, что возле Бога на небе. Я говорю, наша Ксюша тоже стала ангелом. Сейчас Иванка в летнем лагере. Ведь дома все напоминает ей о покойной сестре. Но какая сила убивает дочерей этой женщины и почему? Мои джины говорят, что сила, убившая вашу дочь, связана с какой-то женщиной и странным обрядом, который она сделала. Что это был за обряд? Я не знаю. Странно. О какой-то женщине говорила и Рубина Цибульская в начале расследования. Но кто она? И какой ритуал проводила? Подождите. Сейчас я вижу, что вы проводите какой-то обряд. Это ритуал над маленькой Ксенией. Вы делали какую-то магию? Да. Шок. Это ужасно. Но неужели Ксения умерла из-за родной матери? Этот обряд связан со смертью и деньгами. Как обман? Как обмануть смерть? Что это было? Я продала дочь. Вы продали своего ребенка? Ужас. Как такое возможно? Как мать могла продать родную дочь? Женщина подошла и через окно я сказала, я продаю вам этого ребенка. Она говорит, я у тебя ее покупаю. Обряд такой есть, что я продала ребенка, что он словно немой. Что это за обряд такой? Я разбираюсь в этом обряде. Так же меня, бабушка моя, продала в окно. Я была маленькая и очень болезненная. Я сильно болела. У меня были бесконечные какие-то пневмонии, больницы, больницы. И меня продавали в окно. Это старинный славянский ритуал от семейных проклятий. Продажа ребенка является своего рода обманом смерти. Если младенец, например, сильно болеет, то мать этого ребенка продавала через окно, как через портал. Покупатель передавал символическую плату и произносил специальные слова. После этого ребенок становится словно чужим, и на него проклятия семьи больше не действуют. Выяснилось, что приступы странного удушья у Ксении начались, когда она была еще совсем маленькой. Медосмотр показал, что девочка здорова. Тогда мать и обратилась к местной ворожее. Мы очень боялись. Мы открыли окно. Летом я ее продала. Женщина вроде как купила и говорит, чтобы эти деньги обменяли в церкви на свечи за здравие, что так делают. Я даже скажу, что этот обряд помог. Ваш ребенок перестал болеть? Да. Однако эта сила настолько мощная, что она вернулась и все-таки забрала Ксению. А теперь ей нужна и жизнь Иванки. Нет. Мне просто не хочется в это верить. В этот момент экстрасенсам позвонила Рубина Цибульская и сказала, что знает имя женщины, которая охотится за дочками Светланы. Алло. Ко мне пришел дух моей мамы. И она мне сказала, нужно искать женщину, которая находится сейчас. Свети мертв. Ее зовут Нина. И еще мне мама показала число 25. А что же это может означать? Я не знаю. Но я буду дальше работать. И возможно, я пойму, как это трактовать. Но кто эта женщина? И зачем ей забирать жизни двух сестер? И при чем здесь число 25? Рубина мне сказала искать Нину. Кто такая Нина? Моя мама. Мама жива? Да. Кто такая Нина, которая умерла? Чей это дух? Не знаю. Еще мать Рубины показала число 25. А какого числа умерла Ксения? 25 марта. Подождите, Светлана. Джинны мне говорят, что нечисть уже приходила к вам такого числа. Вода. Смерть. Чья смерть ребенка? Тело ребенка в воде. Моя старшая девочка утонула. Надя. 11 лет назад, 25 марта, у меня дочка утонула. Пошла с мальчиком гулять и в копанке утонула. Он пришел и сказал, что Надя лежит в воде. Выяснилось, что раньше Светлана с семьей жила в частном доме за городом. На территории была небольшая копанка, заполненная водой. Именно там и нашли тело 4-летней Нади. Муж побежал ее доставать. Мы ее пытались откачать, но ничего не вышло. Светлана говорит, что в тот день постоянно была с Надей во дворе. Ее маленькая дочь погибла за каких-то пару минут, пока мама пошла в дом, сделать детям бутерброды. Никто даже подумать не мог. Тоже страшные были похороны. Все люди плакали. Рана неизлечимая. В это невозможно поверить. Светлана похоронила уже двух своих дочерей. И обе погибли именно 25 марта. Дух женщины по имени Нина в одну и ту же дату забрал на тот свет двух ваших дочерей. И дух Ксении говорит, что не может долго находиться с нами. Ведь после их гибели эта мертвая женщина словно держит сестер возле своей могилы. Именно это и было в видении Рубины. И вижу перед собой какой-то погреб или подземелье. Там трое девочек. Чтобы спасти Иванку и отпустить духов Ксении и Наде, мы должны понять, кто эта женщина и чего она хочет. Но в этот момент мои джины сказали мне, в воде должны были погибнуть две девочки. И мне пришла картинка, как в том же водоеме тонет и Иванка. Подождите. Иванка тоже чуть не утонула в этом пруду? Да, она упала в воду. Вы в последний момент спасли Иванку от смерти. Я пыталась. Как затянула я что-то туда. Да. Да. А какого числа это было? 25 марта. Опять 25-й. А я... Невероятно. Получается, Иванка, как и две ее сестры, тоже должна была погибнуть. И тоже 25 марта. По моим ощущениям, территория дома, где вы раньше жили, словно пропитана некротической энергетикой. И это не какое-то давнее захоронение или место военных действий. Это что-то намного хуже. Мы должны были проверить это место. Но я тогда и представить не могла, что там было скрыто. Светлана, покажите нам место, где погиб ваш ребенок. Хорошо. Спустя час экстрасенсы и Светлана уже в поселке, где раньше жила семья. Сейчас дом пустует. Ой, подожди. Алена, что ты чувствуешь? От этого дома мне идет вот словно над ним, как крест перевернутый. Я раньше уже видела подобные кресты. Они появляются над местами массовых убийств. Но увидеть такое над обычным домом? Такое со мной было впервые. Алена, здесь действительно ужасная энергетика. Теперь нам нужно поработать на месте, где погибла ваша старшая дочь. Покажите нам дорогу. Сейчас копанка высохла и заросла травой. Однако Светлана и сегодня не может спокойно смотреть на это место. Это копанка-то. Где утонула старшая девочка? Надя. Очень тяжело. Я вижу, что маленькую Надю держит на руках какой-то мужчина. Я слышу его крик. Брат мой был со мной. Он бегал по селу и кричал «Спасите ее! Спасите!» Мы все делали. Но было поздно. Это большое горе потерять двух детей. Чувствую, что вы даже думали о самоубийстве. Просто не было смысла жить. Я просто не могла эту боль перенести. Но вы поняли, что это не выход. Да. Что ее потянуло сюда, я не знаю. На это место вашу дочь заманили. Ведь Надя сама сюда никогда не ходила. Да, не ходила. Она даже не знала сюда дорогу. Ее привел сюда дух женщины, которая забрала жизнь у Нади, а затем и у Ксении. Ужас. Но все-таки кто эта мертвая женщина? Почему убивает детей Светланы? И почему девочки умерли именно 25 марта? Я вижу женщину с темными волосами. Она словно кричит «Какие-то проклятия». Говорит, если дети будут сюда ходить, они умрут. Она рядом живет. Что это за женщина? Смотрите, какой ветер. Невероятно. Не успели экстрасенсы заговорить о какой-то женщине, как на улице действительно поднялся сильный ветер. Возможно, это как-то связано с потусторонней силой, которая охотится за детьми. Что это за женщина? Женщина-соседка. Она постоянно с нами ссорилась из-за огорода, из-за межи. Они здесь живут, в этом доме. Светлана говорит, что когда купила дом, на этом месте была вода. Копанка находилась на границе двух дворов. И их соседка запрещала даже приближаться к водоему. Угрожала, что у них умрут дети. Всегда у нас была война за межу. Она говорила, не ходите сюда, это мой огород, и все. Но ведь после смерти соседки вы не послушали ее. Вы пользовались этой копанкой и набирали из нее воду. Да. Так может, это она, та самая женщина, которая забирает ваших дочек после смерти? Возможно, это ее месть? Кто-то звонит, подождите. Рубина. Алло. Алёна, сейчас в зеркале я вижу черноволосую женщину. Так. Она проводит ритуал с горящей тканью. А на ткани что-то написано. То же самое, что и я видела в руках у мертвой Ксении. Это очень похоже на обряд, который проводит Хаял. А сейчас мне зеркало показывает почему-то букву «С». Как трактовать видение экстрасенса? Что означает буква «С»? И какую женщину увидела Рубина? Ищите ведьму, говорит Рубина. Она разбирается в магии. И я чувствую, что ваша соседка тоже имела магические способности. Ее боялись люди. Боялись. Говорили, что она ведьма. Смотрите далее. Страшная месть из мира мертвых. Мертвые души выбрались и забрали на тот свет чью-то жизнь. И я так чувствую, что не одну. Один гроб, маленький, второй и третий. Три гроба. У вас еще одна дочь умерла? Да. Убийственная магия. На что пошла женщина ради любви? В стены этого дома словно замуровали большое количество людей. Как такое возможно? Мы вернулись. В эфире премьера нового сезона проекта «Экстрасенсы. Детективы». Прямо сейчас трое сильнейших ясновидцев проекта Алена Курилова, Хаял Оликперов и Рубина Цибульская в Каменец-Подольском спасают маленькую девочку от нечисти, которая забрала на тот свет ее старших сестричек. Сила, убившая вашу дочь, связана с какой-то женщиной и странным обрядом, который она сделала. Что это был за обряд? Алена, сейчас в зеркале я вижу черноволосую женщину. Так. Она проводит ритуал с горящей тканью, а на ткани что-то написано. Экстрасенсы предположили, что покойница, которая забирает у матери ее дочек, это умершая соседка. Я чувствую, что ваша соседка тоже имела магические способности. Ее боялись люди, боялись. Говорили, что она ведьма. Не пропустите. Трое сильнейших экстрасенсов страны против потусторонней убийцы детей. В этом водоеме жила потусторонняя сила. И сюда ее привязала именно ваша соседка. Сюда сбрасывалась какая-то негативная энергия. А после этого здесь умерла Надя и чуть не погибла Иванка. Невероятно. Неужели женщина-убийца, которая проводила ритуал и которую искали экстрасенсы, это соседка? И, возможно, она убивает детей в этой семье 25 марта. В этот момент я увидела, как соседка стоит над водоемом, который просто бурлит от количества всяческих сущностей. Она держала свечу и что-то шептала. Однако это было не заклятие, а молитва. Женщина запечатывала сущности в воде. Как ту женщину звали? Это Аня. Но ведь мы должны найти мертвую женщину по имени Нина. Неужели мы ошиблись? И в этот момент я вспомнил подсказку, которую дали мне мои джины еще в начале расследования. Не бойся ту, которая смотрит в озеро с химерами. Она не виновата. Получается, эта женщина-неубийца. Но почему из-за нее водоем был заполнен всякой нечистью? Моя книга говорит мне, что эту женщину боялись не потому, что она была ведьмой, а потому, что она имела немалую силу. Она вроде бы помогала людям. Я только знаю, что к ней люди съезжались. Я чувствую, что эта женщина спасала именно детей, а это озеро она использовала для своей работы. Этого рожия сбрасывала в водоем весь негатив с больных детей. А ее слова, чтобы никто не подходил к пруду, были не проклятием, а предупреждением. По моим ощущениям, перед самой смертью женщина запечатала пруд. Именно поэтому от него не осталось и следа. Но я не понимаю, дух какой женщины убивает ваших дочек? И почему это делает? Алена, идем быстрее к дому. Здесь стоит дух Ксении. Рядом с ней маленькая Надя. А на руках Ксения держит еще какую-то девочку младенца. Один гроб. Маленький. Второй. И третий. Три гроба. А третья кто? У меня была еще одна девочка, Оля. Семь месяцев. У вас еще одна дочь умерла? Да. От этого просто волосы становятся дыбом. В свои 36 лет эта несчастная женщина похоронила уже трех дочерей. Младшая девочка, ей было семь месяцев. Тоже заболела. Сильный был кашляж душой ребенка. Одностороннее воспаление. Поехали в больницу, там месяц лечили. Потом вроде вылечили, и все было хорошо. И выписали нас домой. Но не успела Светлана вернуться с дочкой домой, как девочка умерла. у маленькой Оли остановилось сердце. Такое у нас случилось, что никто ничего не предсказывал. Я даже не помню тот день, как я домой приехала из больницы. Ничего не помню. Мы были все просто в шоке. Но, по моим ощущениям, эта девочка умерла в другую дату. Да. Маленькая Оля умерла через три месяца после гибели Нади. 30 июня. Светлана говорит, что даже не помнит, как прошел тот год. Как-то год прошел для меня как остановился. Тяжело. Выходит, что смерти двух дочерей этой женщины в одно и то же число, 25 марта, лишь страшное совпадение. Дело совсем не в дате. Я чувствую, что вы до сих пор ненавидите этот дом. Ведь все в нем напоминает о смерти девочек. Думала, что поедем в город жить, нам будет там лучше, вроде как сменим обстановку, сменим дом, и будет лучше. Этот дом словно, знаете, вот, как кладбище какое-то. Алена, я думаю, что нам нужно поработать в доме. Возможно, причина в нем. Холодные руки, чувствуете? Чувствуете, какие ледяные? Ох, ох, какой холод. И вонь. Этот холод ни с чем не спутать. Это было энергетикам мертвых. И не одного человека, а десятков умерших людей. Посмотрите все на потолок. Люстра начала шататься. со стены потолка к нам словно тянулись руки мертвецов. И постоянно слышался какой-то стон. В этом доме было просто опасно оставаться. Ведь эти духи в любой момент могли нас атаковать. Мы до сих пор не можем это объяснить. Но именно в тот момент, когда мы вышли из дома, всем членам нашей съемочной группы начали приходить СМС-сообщение от Рубины Цибульской. СМС от Рубины, что она пыталась дозвониться. Она мне тоже звонила. Алло, Рубина? Алло, что у вас там происходит? Я не понимаю. Я уже минут 20 вам звоню. Нет, в связи ни с вами, ни со съемочной группой. Мы были в доме. Там очень много мертвецов. Будто в склепе. Может, из-за этого? Невероятно. Что же произошло в этом доме, если в нем исчезает даже телефонная связь? У меня есть новость. Дух матери мне сказал, что дочери этой женщины умирают из-за контракта, который был заключен на могиле. А потом появилась картинка. Три креста. Может, это три могилы дочек Светланы? Может, это подсказка? Я не знаю. Вы так долго не отвечали, что я разволновалась и решила ехать к вам. Странно. Что означает видение Рубины Цибульской? И кто эти мертвецы, которых почувствовали в доме экстрасенсы? В стены этого дома словно замуровали большое количество людей. Как такое возможно? Здесь что, маньяк жил? Нет, не жил. Здесь никакой маньяк. Сейчас книга говорит мне, что вы отдали какую-то вещь, которая держала духа в стенах. Да, отдала в церковь икону старинную. На чердаке лежала. Когда мы сюда переехали, нашли на чердаке старинную икону. Мы ее отдали в церковь. Супруги решили не оставлять в доме вещи бывших владельцев, поэтому и отнесли икону в храм. Но как это все связано со смертями дочек Светланы? Я сделала расклад, но карты показали мне какого-то мужчину, который насильно привязал души умерших к этому дому. Но то, что мы услышали дальше, нас просто шокировало. Когда мужчина, у которого мы купили дом, строил его, то приносил кресты и на них ставил. И он на этом строил дом? Да. Этот мужчина приносил кресты вместе с землей с кладбища. Таким образом, он и привязал духов к своему дому. Светлана говорит, что узнала об этом только через несколько лет после того, как ее семья купила дом. Он эту икону купил как оберег, чтобы мертвые его не трогали. Это была икона Божьей Матери. Когда вы вынесли из дома икону, эти мертвые души выбрались и забрали на тот свет чью-то жизнь. И я чувствую, что не одну. Ужас. Возможно, речь идет именно о дочках Светланы. И они умерли из-за того, что натворил бывший владелец дома. Однако, эти мертвые забрали не ваших детей. Им не за что вам мстить. Карта император. На тот свет забрали хозяина. Мужчина, построивший этот дом, умер в сильных муках. Да, я слышала, что он тяжело умирал, да. И его семья, там есть мертвецы, дочь умерла. Да, и дочь умерла. Это месть духов хозяину. Когда отсюда забрали икону, духов больше ничто не сдерживало. Эта икона делала клетку, которая не выпускала мертвых духов. И в этот момент я понял, что означала фраза моих джинов. Не ищи то, что держало мертвых в клетке. Найди ту, которая дала смертельное обещание. Но о каком смертельном обещании шла речь? И тут передо мной снова появился дух Ксении. Светлана, сейчас здесь стоит дух вашей дочери. Она говорит, что мы должны ехать на ее могилу. Там мы увидим, кто убил Ксению и ее сестричек. Мы должны немедля ехать на кладбище. Спустя 15 минут экстрасенсы и Светлана уже на кладбище. Рубина Цибульская тоже должна приехать сюда с минуты на минуту. Светлана, мы здесь не одни. Я вижу дух Ксении. Она стоит перед вами. Доченька, мы все верили и надеялись, что ты будешь жива и здорова. Не плачь, мама. Она сильно переживала, чтобы я не плакала. Постоянно запрещала мне плакать. Не рви себе сердце. Я у тебя здесь. Тем временем к экстрасенсам присоединяется и Рубина Цибульская. Добрый день. Добрый день. Я хочу объяснить вам. В тот момент возле могил девочек я увидела ту самую женщину, которую почувствовала в начале расследования. А к мне женщина подходит и говорит, не трогай, мне их продали. Ее звать Нина. И она мне сказала, я забрала то, что мне принадлежит. Дух Ксении говорит мне, что эта женщина при жизни была одинокая и бездетная. А они с севастерами стали словно расплатой за ритуал, проведенный на могиле этой женщины. Но кто эта мертвая женщина? Какой ритуал проводили на ее могиле? И при чем здесь дочки Светланы? Их забрали за магию на любовь. Что это за любовная магия? И кто проводил ритуал на могиле этой неизвестной женщины? Вижу молодую девушку. Она идет к ворожье и говорит «Я его люблю. Понимаешь, я его люблю. Сделай так, чтобы он был моим. Мой и ничей больше». Светлана, вы когда-нибудь обращались к ворожьям, чтобы они помогли вам в любви? Не ходила, никогда не просила ни о какой любви. Это ворожья говорит «Иди не переживай, я тебе все сделаю. Я сама все сделаю». Она на кладбище делала обряд. Существует много способов сделать приворот. Один из них делается на кладбище. У духа мертвой ворожья с помощью ритуала просит любви для заказчицы. За эту помощь она должна дать мертвый откуп, иначе дух сам заберет то, что посчитает для себя нужным. Дело в том, что когда делают приворот мужчины к женщине, гадалка должна выбрать могилу мертвой с таким же именем, как у заказчицы приворота. Получается, что если духомертвой женщины зовут Нина, то и заказчица тоже Нина? Кроме мамы других Нин, не знаю. Светлана, ваша мать обращалась к ворожье, чтобы та сделала приворот. Она когда-то действительно ходила к какой-то гадалке. Она еще какой-то национальности была, я не помню. Она чем-то таким занималась. Позже выяснилось, что помочь женщине согласилась ее соседка, которая занималась магией. Я гадал, пообещала матери Светланы любовь до конца жизни. Вот только она не сказала, как она это будет делать. Дух мертвой женщины дал вашей матери любовь, но ее никто не предупредил, что за приворот придется заплатить. И теперь дух этой женщины забирает себе то, чего у нее не было при жизни. Детей. Я не верю, я не могу в это поверить. Мать Светланы и не подозревала, что все может закончиться такой трагедией. Ведь многие легкомысленно относятся к магии, считая, что это игра. Но на самом деле все очень серьезно. И плата за помощь потусторонних сил может быть очень разной. Подождите. этой ворожьи полумесяц. Соседка, которая помогла вашей матери, была мусульманкой? Вроде мусульманской, не нашей веры. Вот что значила подсказка моего зеркала. А сейчас мне зеркало показывает почему-то букву С. Это была не буква С. Это был мусульманский символ полумесяца. Эта ворожья проводила тот же обряд вызова духов, что и я через огонь. Теперь я поняла, почему дух Ксении держал в руках горящие молитвы. Она пыталась показать нам, из-за чего погибла она и ее сестры. Сейчас я попробую разорвать этот контракт, чтобы с Иванкой все было хорошо. Да, я очень хочу, чтобы это проклятие остановили, чтобы оно не продолжалось в нашей семье. Около часа азербайджанский экстрасенс проводил свой ритуал. И наконец-то сообщил, что связь с духом мертвой женщины разорвана. Теперь духи ваших дочерей свободны. Ксения говорит вам, мама, я должна идти, я буду присматривать за Иванкой. прости меня за все, что я тебе не успела сделать. Прощай, Ксюша. Светлана, запомните, дочери будут чувствовать вашу материнскую энергию всегда, даже на том свете, ведь настоящая любовь не исчезает даже после смерти, тем более любовь матери к детям. Спасибо вам большое за помощь. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. субтитры мальчик субтитры